Аудиотека древнегреческой и древнеримской литературы Эпиктец В чем наше благо? Избранные мысли римского мудреца Книга первая Глава первая К другу, вернувшемуся к развратной жизни Ты говоришь, что ты перестал стараться о своем улучшении Что ты зажил опять по-прежнему И не видишь, что тебе стало хуже от этого? Неправда Тебе стало гораздо хуже И ты потерял очень много Прежде желания твои были чистые Понятия честные и поступки добрые Ты читал мудрые книги И радовался на таких людей, как Сократ и Диоген Теперь же ты радуешься на своих приятелей, которые сводят тебя с распутными женщинами Ты читаешь развратные книжки И разговоры, и дела твои постыдны Ты потерял самое главное Ты перестал любить добро и правду Неужели ты думаешь, что потери бывают только вещественные? Нет Есть потери худшие Потери духовные Теряются и чистые помыслы И хорошие желания И доброе поведение И людям, потерявшим все это, всегда бывает скверно Ты не видишь этого теперь, потому что ты заблудился Но было время, когда ты боялся только одного Как бы не перестать правильно мыслить, говорить и поступать Ты сам себя обокрал Опомнись, несчастный друг мой И спаси себя от самого себя Ведь ты помог бы мне, если бы со мной случилось какое-нибудь несчастье Почему же ты не поможешь самому себе? Ведь для этого тебе не нужно никого не вязать, не бить, не убивать Тебе надо только одуматься Поговорить с самим собою Себя ты будешь слушать охотнее, чем других Прислушайся же к голосу своей совести и своего разума Разбери хорошенько самого себя Смотрись в свою жизнь И без всякой потачки Смело осуди в ней то, что кажется скверным Не говори, что в тебе сил нет Не поступай, как малодушные пловцы, которые не борются против течения реки И дозволяют унести себя в море Помни, что управлять рассудком очень легко Стоит только пожелать жить лучшее И рассудок исправится Если же ты будешь продолжать жить так, как теперь зажил То вовсе потеряешь рассудок и станешь хуже животного Какая тебе будет выгода от добродетельной жизни? Спрашиваешь ты Да разве не большая выгода? Порядок вместо беспорядка Честность вместо бесчестия Воздержание вместо распутства Почитание своей души Вместо презрения ее Опомнись же И спаси свою душу Глава вторая Обращение к малодушному другу Напрасно, друг мой, ты падаешь духом и сомневаешься в Боге Когда мы видим какое-нибудь творение людское То мы понимаем, что работу эту делал человек Точно так же и весь мир, очевидно, имеет своего Создателя Начало всех начал Причину всех причин Отца мира вещественного и духовного мы называем Богом Человек, который понимает то, что делается вокруг него в Божьем мире Если только он способен к благодарности Будет постоянно благодарить Бога За все благодеяния видимого мира Которыми люди окружены Только неразумный человек не понимает благо всего того, что находится вокруг него И не благодарит Бога, столь благо и премудро устроившего мир И в самом деле Куда мы ни посмотрим Все, что видим вокруг себя и в нас самих Все заставляет нас преклониться пред всемогущим Богом Как премудро, например, устроено человеческое тело Тело мужчины и женщины От взаимного влечения которых происходит потомство Воистину Никогда не перестанешь удивляться на устройство жизни всех тварей Ни людей, ни животных, ни растений Но человеку, кроме той жизни, которая дана растениями, животным Дано еще другое Чего нет ни у растений, ни у животных Люди и животные устроены разно Потому что у них и назначение разное Домашние животные служат человеку Одни помогают ему обрабатывать землю Другие доставляют ему молоко Остальные служат ему каждый как может и как назначено Богом Но животные исполняют свое назначение Справляют свои нужды И при этом вовсе не понимают того, что делается на свете Человеку же дана способность вникать в окружающее Понимать, что для чего делается И видеть Бога в его творениях Человек, как и животное, должен заботиться и о нуждах своего тела Но главнее всего он должен делать и все то, что назначено одному только человеку И что отличает его от животного И потому человеку постыдно довольствоваться одною свою животную жизнью И забывать о человеческой, разумной и духовной жизни Человек должен поступать так, как указывают ему совесть и разум его Старайся же, друг, чтобы ты не умер прежде, чем исполнишь свое назначение Мне, как человеку, дано знать, кто я такой Для чего я родился и на что нужен мне разум мой Оказывается, что я получил самые лучшие духовные способности Разумение, мужество, смирение А с ними? Какое мне дело до того, что может со мной случиться? Кто может рассердить или смутить меня? Ничего не может быть в тягость мне И я ни о чем внешнем не стану ни сожалеть, ни закружаться Напротив того, чтобы со мной не случилось Я приложу к делу то, что дано душе моей Пойми это и ты Смотри хорошенько в свои силы И способности И скажи в душе своей Пошли мне, Господи, все, что ты хочешь Ты дал мне такие пособия, с которыми я могу справиться со всякими случайностями А ты вместо этого постоянно боишься Как бы не случилось с тобой того или другого Жалуешься и плачешь, когда с тобой случается то, чего тебе не хочется И укоряешь судьбу Судьба же так устроила тебя, что ты можешь уразуметь смысл жизни Если захочешь терпеть и любить То никто не в силах помешать тебе в этом А что же оказывается Ты получил такие высокие, могущественные, душевные способности И несмотря на это ты не прикладываешь их в жизни своей Ты теряешь время Плачешь, стонешь И либо вовсе не думаешь о Боге Либо упрекаешь его Знай же, что у тебя есть все необходимое для того, чтобы жить разумно И добродетельно И быть выше животных Глава третья Как бороться против порочных желаний Каждый знает, что всякая привычка от упражнения усиливается и укрепляется Например, чтобы сделаться хорошим ходоком, надо часто и много ходить Чтобы сделаться хорошим бегуном, надо много бегать Чтобы выучиться хорошо читать, надо много читать И так далее Наоборот, если перестанешь делать то, к чему привык То и сама привычка понемногу пропадет Если ты, например, пролежишь десять дней, не вставая И потом встанешь ходить То увидишь, как слабы стали твои ноги Значит, если ты хочешь привыкнуть к какому-нибудь делу То тебе нужно часто и много делать это дело И наоборот Если ты желаешь отвыкнуть от чего-нибудь То не делай этого То же самое бывает и со способностями нашей души Когда ты сердишься, то знай Что ты и делаешь не одно это зло Но что вместе с тем ты усиливаешь в себе привычку к гневу Ты подкладываешь дрова в огонь Когда ты поддался плотскому соблазму То не думай, что ты провинился только в этом И больше ничего Нет, ты в то же время усилил еще и привычку к похотливым поступкам Всякий разумный человек скажет тебе, что наши душевные недуги Наши злые помыслы и желания так именно и усиливаются Если больной лихорадкой не совсем вылечился То он легче вновь заболевает, чем человек, никогда не страдавший ею То же бывает и с болезнями души После них остаются раны, которые надо вылечить совсем Иначе, если ударять опять по тому же месту Рана вновь откроется и еще пуще разболится А потому, если ты не хочешь приучать себя к гневу То всячески сдерживай свой гнев И не давай привычки нарастать Побороть гнев всего легче в самом его начале А тогда ты и станови себя Считай те дни, в которые ты не сердился И ты увидишь воочию, как улучшение твое подвигается Через несколько времени ты скажешь себе Вот, прежде я сердился каждый день А теперь сержусь только через день Если буду так же воздерживаться и впредь То буду сердиться только через каждые три дня Потом через каждые пять дней И так далее Если б ты, наконец, мог прожить тридцать дней Сряду ни разу не сердясь То благодари Бога Точно так же и всякая привычка может сначала ослабевать А потом и вполне пропасть Если ты сможешь сказать себе Вот уже целый день, как я не падал духом Вот уже два дня Затем вот уже два месяца Три месяца Я зорко смотрел за собой, когда попадали случаи для огорчения Если ты сможешь это сказать То, значит, у тебя все идет как следует Если я сегодня видел Такую красавицу, какую еще ни разу не видал И при этом не дал ходу своим похотливым помыслам То я могу сказать себе Тебя эпиктет все обстоит благополучно Но каким путем приобретается такая сила в борьбе Со своими помыслами Желай быть праведным перед своей собственной совестью Перед Богом Если будешь стремиться к этому, то преодолеешь свои порочные помыслы В борьбе с соблазнительными мыслями бывает полезно искать общество людей более добродетельных, чем ты сам Или вспоминать и читать по учению мудрых людей, живших прежде тебя Когда у тебя в уме начинает заводиться какая-нибудь соблазнительная мысль Да вступай с ней в борьбу Скажи ей Подожди немного мысль Дай мне разобрать, кто ты такая И к чему ты клонишь меня Дай мне обсудить тебя Потом не давай ей хода дальше А представь себе пояснее все то, что выйдет, если ты поддашься этой соблазнительной мысли Если ты поддашься ей, то она завлечет тебя за собой, куда только и захочется Призови себе на подмогу какую-нибудь другую мысль Честную и добрую И замени ею свой нечистый помысл Если ты приучишь себя к такой борьбе, то сам увидишь, каким силачом ты сделаешься Истинный борец тот, кто борется со своими порочными помыслами Борись, братец, и не давай себя завлекать в болото Борьба эта святая и приближает тебя к Богу От успешности ее зависит твоя свобода Зависит спокойствие и счастье твоей жизни Вспоминай Бога Зови Его на помощь, как во время бури на море зовут Его мореплаватели Бури, которую в нашей душе поднимают порочные помыслы Гораздо страшнее, гибельнее всякой морской бури Помни всегда два времени Одно настоящее время, в которое, уступив порочным помыслам, ты будешь наслаждаться похотью И другое время, в которое, насытившись ею, ты будешь каяться и укорять себя Прими также в соображение то удовольствие, которое будешь испытывать, если воздержишься Помни и то, что трудно будет воздержаться, если однажды приступил меру Но если ты будешь уступать своим порочным помыслам и уверять себя, что ты победишь завтра А завтра скажешь то же самое То ты этим доведешь себя до такой степени слабости и болезненности Что на будущее время перестанешь даже замечать свои ошибки А если и заметишь, то у тебя всегда найдется готовое оправдание для всех твоих порочных поступков Тогда окажется правда в том, что говорил один мудрец Нерешительный человек всю свою жизнь плачется на свои несчастья Глава четвертая Нельзя одновременно жить и добродетельно, и распутно Если ты захотел бросить прежнюю твою распутную жизнь, чтобы освобождаться от своих пороков и жить добродетельно То не водись с прежними своими товарищами, которые продолжают жить развратно Они будут только мешать тебе в твоем добром желании Если же они будут сердиться на тебя за то, что ты их покинул То помни, что никакое воздержание не дается даром И что потому и тебе придется кое-чем поплатиться, если хочешь достигнуть своей цели Ты не можешь оставаться прежним человеком и вместе с тем поступать по-новому Реши, чего ты больше хочешь Того ли, чтобы люди тебя любили и хвалили за то, что ты безобразничаешь вместе с ними Или того, чтобы жить по-новому Несмотря на всякие упреки, нарекания и насмешки, которые посыплются на тебя за это Если хочешь начать новую жизнь, то не откладывай дела Не отглядывайся назад и не старайся сохранить доброе расположение прежних твоих развратных товарищей Если станешь вилять в разные стороны, угождать и нашим, и вашим То и вперед недалеко уйдешь, и прежним друзьям не угодишь Нельзя делать двух дел сразу Насколько успеешь в одном деле, настолько потеряешь в другом Если ты перестал пьянствовать, играть в карты и распутничать То, конечно, тебя перестанут любить те люди, которые занимаются такими делами Выбирай же одно из двух Либо стать человеком разумным и добродетельным Либо слышать, как люди говорят о тебе Ах, какой приятный и славный малый Если ты решил, что для тебя лучше стать свободным от своих пороков То и занимайся только этим освобождением себя Работай только для этого Отвернись от прошлого и не дотрагивайся до него Если же это тебе не нравится, а нравится одобрение людей То передай себе весь на другую сторону Пьянствуй, блуди, всячески развратничай Будь тряпкой в чужих руках Делай все, что людям нравится И ты получишь их одобрение То, чего искал Да не забывай при этом курчить из себя шута Этим ты особенно угодишь своим друзьям Невозможно в одно и то же время быть господином и рабом Если хочешь быть рабом, то и угождай людям всякими подлостями Если же хочешь стать господином То надо бы освобождать себя от пороков Глава пятая Добродетель неубыточна Не говори, что ты в убытке Когда ты променял осла на коня Овцу на быка Деньги на доброе дело Пустые споры на разумное молчание Разгильдяйство на порядочность В этих случаях ты получил больше, чем потерял Если ты этого не понимаешь То не понимаешь и своего счастья и спокойствия Кормчему легче погубить корабль, чем уберечь его в опасном месте Чуть он повернул корабль не в ту сторону Чуть задумался о постороннем И пропал корабль Так и в твоей жизни Гляди в оба Тебе приходится уберегать то, что важнее всего на свете Наблюдай же с неотступным вниманием за своей умеренностью Честностью, мужеством Спокойствием Довольством Одним словом, за своей свободою Если потеряешь ее, то взамен не получишь ничего столь же ценного Рассуждай сам собою так Пусть другому достанется богатство А мне мудрость Другому власть А мне умеренность Не стану я хвалить то, что постыдно Я хочу быть свободным То есть другом Богу Хочу добровольно повиноваться Ему А Бог не хочет, чтобы я прельщался ни плотью своей Ни богатством, ни могуществом, ни славой Если бы Бог желал, чтобы люди этим были довольны То Он устроил бы так, чтобы все это доставляло довольство и блаженство Но от всего этого люди не блаженствуют, а страдают Значит, Бог не в этом назначил нам благо А потому я и не стану ослушиваться Его велений Беречь я буду свою добродетель Всем же остальным, что дано мне Я буду дорожить настолько, насколько требует разум Глава шестая Отчего люди тревожатся и беспокоятся? Когда я вижу человека, который мучает себя Какими-нибудь опасениями и беспокойствами Я спрашиваю себя Что нужно этому несчастному человеку? Наверное, он хочет чего-нибудь такого, что не находится в его власти И чем он не может сам распорядиться Потому что, когда то, чего я хочу, находится в моей власти То я не могу беспокоиться об этом А прямо делаю то, чего желаю Посмотрите, например, на человека, поющего или играющего на гуслях Пока он поет или играет сам для себя Без всяких слушателей Он не беспокоится и не волнуется никакими опасениями или сомнениями Но посмотрите на него тогда, когда он играет перед большой толпой народа Как он мучает себя Как он бледняет, красняет Как сильно бьется у него сердце А почему? Потому что он хочет не только хорошо сыграть или спеть Но чтобы и люди похвалили его А это, очевидно, зависит не от него Но от слушателей его И вот он беспокоится о том, чем не может распорядиться сам И мучить себя совершенно понапрасну Он беспокоится не о том, что он плохо споет или сыграет Нет Он хорошо знает свое дело Он беспокоится не о деле своем, но о похвале людской То есть о том, что не в его власти Он мучит себя потому, что дорожит тем, что вовсе недорого Он не знает еще дешевизны и гнилости похвал людских Он знает хорошо свои гусли И умеет петь на разные голоса Но он не знает и никогда не думал о том, как ничтожна людская похвала И как мало она заслуживает внимания Такого человека я называю чужеземцем среди людей Почему же так? Спросите вы А потому что чужеземец не знает порядков того народа, среди которого он поселился И без руководителя может наделать себе бед, когда будет добиваться того, что не дозволяется в этой стране Так и этот человек Он чужеземец среди людей Потому что не знает законов, данных людям Богом Не знает, что во власти человека и что не в его власти Ему хочется получить то, что не дано ему И избегнуть того, от чего нельзя отказаться Если бы он хотел только того, что ему предоставлено То он ничем бы не смущался и не тревожился В самом деле, если бы он знал, в чем истинное зло То он не боялся бы ни того, что не есть зло Ни того, что есть настоящее зло Так как он знал бы, что настоящее зло не приходит извне Но находится внутри человека И что, следовательно, человек всегда может от него освободиться Когда человек желает того, что ему не дано И отвращается от того, чего он избежать не может То у него желание не в порядке Он болен расстройством желаний Точно так же, как люди бывают больны расстройством желудка или печени Таким расстройством желаний болен всякий человек Который тревожится о будущем Или мучит себя разными беспокойствами и страхами О том, что от него не зависит Глава седьмая Кто живет разумно, тот свободен от мирских волнений И знает, в чем благо Люди затрудняются, беспокоятся и волнуются только тогда Когда они заняты внешними делами От них независящими В этих случаях они тревожно спрашивают себя Что я стану делать? Что будет? Что из этого выйдет? Как бы не случилось того или иного? Так бывает с теми, кто постоянно заботится о том, что им не принадлежит Наоборот Человек, занятый тем, что от него самого зависит И полагающий свою жизнь в работе самосовершенствования Не станет так тревожить себя Если бы он и стал беспокоиться о том, удастся ли ему держаться истины И избегать лжи, то я сказал бы ему Успокойся То, что тревожит тебя, находится в твоих собственных руках Гляди только зорко за своими мыслями и поступками И старайся всячески исправлять себя Если бы такой человек стал сомневаться Достигнет ли он лучшей доли И не попадет ли он в такую же суету, от которой он хочет уйти Я прежде всего обнял бы его и поцеловал бы за то, что он отбросил от себя все, что других соблазняет и пугает А заботится только о том, чтобы самому быть лучше А потом бы ему сказал Если ты хочешь всегда получать желаемое И никогда не подвергаться тому, чего избегаешь То никогда не желай того, что не твое И не избегай того, что не в твоей власти Куда тогда денутся все эти беспокойные вопросы о том, как бы ни случилось того или другого То, что случится не в твоей воле А жить по добру или по злу в твоей воле Никто не помешает тебе, чтобы не случилось с тобою Поступать всегда и во всем сообразно с правдой и добром Так и не говори, что-то будет То, что не случится, ты обратишь себе в поучение и пользу А если я умру в борьбе с несчастьями Ну что же, в таком случае ты умрешь смертью честного человека Совершая то, что ты должен совершать Можно же тебе все равно умереть И смерть должна же застать тебя за каким-нибудь делом Я был бы доволен, если бы смерть застала меня за делом достойным человека За делом добрым и полезным всем людям Или чтобы она застала меня в то время, когда я стараюсь исправлять себя Тогда я мог бы поднять руки к Богу и сказать Ему Господи, ты знаешь сам, насколько я воспользовался тем, что ты и дал мне для понимания твоих законов Упрекал ли я тебя? Возмущался ли против того, что со мной случилось? Уклонялся ли от исполнения своего долга? Благодарю тебя за то, что я родился За все дары твои И пользовался ими довольно Возьми их назад и распорядись им, как тебе угодно Ведь они твои Может ли быть лучшая смерть? Чтобы дожить до такой смерти, тебе нужно многого лишиться Хотя, правда, этим самым ты многое приобретешь Если же ты захочешь удержать то, что не твое То ты непременно потеряешь и то, что твое Кто хочет иметь успех в мирских делах Тот не спит по целым ночам напролет Постоянно хлопочет, суетится Подделывается к сильным людям И вообще поступает, как подлый человек И в конце концов, чего он всем этим добился? Он добился того, что его окружают некоторыми почестями Что его боятся И что он, сделавшись начальником, распоряжается каким-нибудь пустяками Неужели же ты не захочешь сколько-нибудь потрудиться для того, чтобы освободить себя от всех этих забот Спать спокойно Ничего не боясь и ничем не мучаясь Знай же, что такое спокойствие не дается даром Нельзя заботиться за раз и о душе своей, и о мирских благах Если хочешь мирских благ, откажись от души Если хочешь уберечь свою душу, отрекись от мирских благ Иначе ты будешь постоянно раздваиваться И не получишь ни того, ни другого Когда ты чем-нибудь мирским встревожен или расстроен То вспомни, что тебе придется умереть И тогда то, что тебе раньше казалось важным несчастьем И волновало тебя, станет в твоих глазах ничтожную неприятностью О которой не стоит и беспокоиться Восьмое Для разумного человека не должно быть затруднений во внешних делах Разница между человеком разумным и неразумным состоит в том Что неразумный человек постоянно волнуется и жалеет о том, что от него не зависит Например, о своем ребенке, отце, брате, о своих делах, о своем имуществе Разумному же человеку, если и случается, беспокоиться и печалиться То только о том, что зависит прямо от него То есть о том, что касается до его собственных мыслей, желаний и поступков Человек уже много улучшил себя, если понял, что он должен обвинять только самого себя Когда не может справиться со всем тем, что с ним случается То есть если понял, что все дело его в том, что он сам поймет свои затруднения Если он поймет их так, как следует, то они перестанут быть для него затруднениями Когда ребенок заглядится на что-нибудь, споткнется о камень, упадет и ушибет себя То няня начинает иногда в угоду ребенку бить самый камень И ребенок успокаивается В богатых семьях бывает так, что когда слуги опаздывают подать детям обед То старшие начинают бронить слуг за это, вместо того, чтобы приучать детей к терпению Как часто и мы, взрослые, поступаем с собою так, как эти безрассудные няни и воспитатели Если с нами случается какая-нибудь неприятность или мы попадаем в какое-нибудь затруднение То как склонны мы бываем обвинять в этом других людей или судьбу свою, вместо того, чтобы сообразить Что если внешне от нас независящее становится для нас неприятностью или затруднением То, значит, нас самих что-нибудь не в порядке Девятое Разумный человек во всем может найти себе пользу Разумный человек может во всем отыскать себе пользу Нет такого случая, из которого он не мог бы извлечь для себя помощи в деле усовершенствования себя Какую же пользу приносит мне тот, кто ругает меня, спросишь ты? А ту пользу, что если я захочу, то могу, кротко перенося его брань, приучаться к терпению и спокойствию Но у меня злой отец, какая мне от него польза? Он зол для себя самого Для тебя же он добр, потому что он опять-таки учит тебя терпению и кротости Ну, хорошо, а какую пользу приносит мне болезнь? Если я заболею, то у меня хороший случай показать на деле, что значит болезнь тела для жизни духа Я буду покорен, терпелив, спокоен Я наряжусь в болезнь, и она будет для меня украшением Ну, а смерть, неужели и она полезна? Я могу, умирая, стать духом своим выше смерти Показать и себе, и людям, что смерть не имеет надо мной никакой власти Я могу, если придется, умереть за правду И этим содействовать тому, чтобы она укрепилась в людях Одним словом, человек разумный обладает как бы волшебной палочкой Которую он может обратить в золото все то, до чего ею дотронется Десятое Роптать неразумно Когда ты заметишь, что ты начинаешь в душе своей упрекать Бога То разбери внимательно то, чем ты недоволен И ты увидишь, что оно так и должно было быть И не могло быть иначе Да неужели, например, справедливо, чтобы вот этот бесчастный человек имел больше денег, чем я? Хе, вполне справедливо Потому что он и хлопотал из-за денег больше, чем ты Он подольщался к людям Обманывал их Обирал несчастных По целым ночам напролет неустанно трудился для того, чтобы нажиться Чему же ты удивляешься? А ты посмотри, больше ли у него разума и совести, чем у тебя И ты увидишь, что у тебя больше всего того, из-за чего ты хлопотал и старался То, что ты бережно хранил свою честь и совесть Он продавал и получал за это Ту награду, которую искал Но ведь человека, который бесчестно приобрел богатство, мы не можем назвать счастливым Мы, которые знаем, в чем истинное счастье Мы знаем, что Бог справедлив и отдает то, что лучше тому, кто лучше Чистая совесть, не гораздо ли лучше богатство Всегда помни Неизменный закон природы Кто к чему способнее, тот и имеет больше успеха как раз в том самом, в чем он способнее другого Помни это И тогда ты ни на что не будешь роптать Ну а как же не роптать, когда моя жена скверно со мной поступает И тут роптать нечего Если кто спросит тебя об этом, ты скажи только, что жена твоя скверно с тобой поступает и больше ничего И отец мой ничего мне не дает Скажешь ты И в этом ничего нет особенного Как только то, что отец твой ничего тебе не дает Говоря о таких вещах, никогда не говори, что в них есть зло Потому что это была бы ложь Разумный человек никогда ни на что не станет роптать Потому что он хорошо понимает, что настоящее горе наше происходит не от того, что случается с нами От того, что мы неразумно думаем о случившемся Отстраним же эти неразумные мысли И прекратится то, что мы считали несчастьем Книга вторая Первая Не полагай своего счастья в том, что не в твоей власти Если люди делают зло, они делают зло сами себе Тебе же они не могут сделать зла Ты же рожден не для того, чтобы творить зло и грешить вместе с людьми Но для того, чтобы помогать им в добрых делах И в этом находить свое счастье Знай и помни, что если человек несчастен, то он сам в этом виноват Потому что Бог создал всех людей для их счастья А не для того, чтобы они были несчастны Из всего того, что Бог предоставляет нам в этой жизни Он одну часть отдал в наше полное распоряжение Она составляет как бы нашу собственность Другая же часть находится вне нашей власти Так сказать, не принадлежит нам Все, что другие могут связать Насиловать, отнять у нас Не принадлежит нам А все то, чему никто и ничто не может помешать или повредить Составляет нашу собственность И Бог по своей благости дал нам в нашу собственность Как раз то, что и есть настоящее благо Значит, Бог не враг нам Он поступил с нами как добрый отец Он не дал нам только того, что не может дать нам благо Так-то так А вот мне пришлось расстаться с другом И мы оба горевали об этом Скажешь ты Зачем же друг твой считал своим то, что вовсе не его? Бог не дал Тебя ему в вечную собственность Когда он был с тобою Почему забывал он, что ты можешь умереть или уехать? Он наказан за свою глупость А ты Зачем ты так легкомысленно думал, что он должен всегда жить там, где тебе приятно живется? На том же месте, с теми же людьми, с теми же занятиями И тебе Бог не обещал этого Вот ты теперь и плачешь Ты, оказывается, несчастнее уток и гусей, потому что они ежегодно улетают за моря И нисколько не жалеют о прежнем своем жилище Да я не лишен и ума Скажешь ты Так неужели ты думаешь, что неразумные птицы должны быть счастливее человека, у которого есть разум? Разве для того Бог наделил нас разумом, чтобы мы были несчастны и проводили свою жизнь в слезах? Вникни в человеческую жизнь, и ты поймешь, что людям назначено то жить вместе, то разлучаться Когда они вместе, они должны быть счастливы, друг через друга А когда им приходится разлучаться, то они не должны печалиться об этом Напротив того, мы должны радоваться тому, что отличаемся от растений, которые корнями своими прикреплены к одному месту Нельзя быть счастливым, когда желаешь того, что невозможно И наоборот, можно быть счастливым только в том случае, если желаешь возможного Потому что в таком случае всегда будешь иметь то, чего желаешь Все дело в том, чтобы желать только того, что в нашей власти Того, что возможно Кто желает невозможного, тот раб и глупец, восстающий против своего хозяина, Бога Хозяин нас желает, чтобы мы были счастливы Но для этого мы должны помнить, что все родившееся должно умереть И что люди должны разлучаться Не приходит людям даром ничего из того, что они делают против закона Бога Всякий человек, который бунтует против закона Бога, будет рабом и несчастным Он будет горевать и завидовать Он будет слаб и изнежен Как же жить? Спрашиваешь ты А прежде всего и самое главное Не пристращайся ни к чему больше того, сколько ты привыкаешь к чужой вещи О которой знаешь, что она может быть отнята у тебя Когда обнимаешь своего ребенка, брата, друга То говори себе, что ты обнимаешь нечто такое, что должно умереть Что дано тебе только на время Виноград спеет только осенью И смешно желать, чтобы он рост зазаревал и зимой, и весной, и летом Желать, чтобы никто с тобой не расставался и не умирал Это все равно, что желать винограда зимой Обнимай ребенка или друга и сам думай Ты завтра уедешь или умрешь И мы не увидимся больше Но ведь тяжело даже выговорить это Скажешь ты Ну так что ж делать? Если разлука или смерть кажется тебе такую страшную То ты должен во время жатв горевать о том, что умирают колосья А осенью плакать о том, что засохшие листья падают с деревьев Разлука людей больше ничего, как небольшая перемена А смерть так же перемена Только немного большая В мире нет уничтожения, а только превращения одной жизни в другую И для нас наступает это превращение тогда, когда Богу угодно Ведь и родились мы не тогда, когда хотели, а когда Бог велел И потому мудрый человек заботится только о том, чтобы исполнять волю Божью И размышлять в глубине своей души так Если ты желаешь, Господи, чтобы я еще жил То я буду жить так, как ты велишь Буду распоряжаться тою свободою, которую ты дал мне во всем, что принадлежит мне Но если я тебе больше не нужен, то пусть будет по-твоему Я до сих пор жил на земле единственно для того, чтобы служить тебе Если же ты пошлешь мне смерть, то я уйду от мира, повинуясь тебе как служитель Понимающий приказания и запрещения своего хозяина А пока я остаюсь на земле, я хочу быть тем, чем ты хочешь, чтобы я стал Постоянно вникай в то, что с тобой случается Если ты увидишь, что случилось с тобой то, что от тебя не зависело То помни, что тебе до этого нет никакого дела Если же ты все еще иногда мучаешься и горюешь о том, что от тебя не зависит То посмотри на случившееся, как на урок, заданный тебе самим Богом Пользуйся этим случаем, чтобы бороться с собою И при помощи разума твоего укроти твое малодушное страдание Когда ты живешь в каком-нибудь месте, никогда не думай о том, как бы тебе жить в другом месте Где тебе прежде было приятнее или где тебе в будущем будет приятнее Но думай только о том, как бы тебе прожить разумно и по-человечески там, где ты находишься Тогда все твои удовольствия заменятся одним удовольствием Сознанием того, что ты живешь разумно и служишь Богу не словами только, но и делами Бог поведет тебя сегодня в одно место, завтра пошлет в другое Он покажет тебя людям, бедного, безвластного, больного Для того, чтобы ты мог примером жизни своей обнаруживать людям ту истину Что искать благо следует не вне себя, а в самом себе Не думай, что Бог ненавидит тебя, если посылает тебе бедность, болезни, презрение людей Хозяин не может ненавидеть слугу, который хорошо исполняет его волю И не забывает тебя Бог Он не забывает о самой малой твари Он упражняет тебя и на тебе дает примеры другим людям Неужели же ты не отдашь себе всего его заповедям А будешь беспокоиться о месте своего жительства и горевать о разлуке с друзьями Горест на непеременном место жительства или неизбежная разлука с друзьями Горест на то, что человек печалится о том, чего он избегнуть не может Вторая Где надо искать благо Нет такого крепкого и здорового тела, которое никогда не болело бы Нет таких богатств, которые не пропадали бы И нет такой высокой власти, под которую не подкапывались бы Все это тленно и скоро приходящее И человек, положивший жизнь свою во всем этом Всегда будет беспокоиться, бояться, огорчаться и страдать Он никогда не достигнет того, чего желает И впадет в то самое, чего хочет избегнуть Одна только душа человеческая Безопаснее всякой неприступной крепости Почему же мы всячески стараемся ослабить эту нашу единственную твердыню Почему занимаемся такими вещами, которые не могут доставить нам душевной радости И не заботимся о том, что одно только и может дать покой нашей душе Мы все забываем, что если совесть наша чиста, то никто не может нам повредить И что только от нашего неразумия и желания обладать внешними пустяками Происходят всякие ссоры и вражды Многие говорят, что человеку должно искать свое благо И избегать для себя зла И что поэтому он должен считать своим врагом и противником всякого, кто отнимает у него его благо и причиняет ему зло Хотя бы то был родной отец его, брат или сын Но так ли это? Искать свое благо и избегать зла в самом деле следует Но неужели благо и зло для меня может заключаться в том, что зависит от других людей? Многие, правда, жалуются на то, что кто-нибудь другой лишает их блага и подвергает злу Но если бы они были правы, то это значило бы, что человек сам по себе не может достичь своего блага Благо, следовательно, недостижимо Как же может называться благом то, чего нельзя достигнуть? Нет, друзья Единственное наше благо и зло в нас самих В нашей собственной душе Для каждого из нас благо в том, чтобы жить разумно А зло в том, чтобы не жить разумно Если мы будем это твердо помнить, то ни с кем никогда не станем ссориться и враждовать Потому что глупо ссориться из-за того, что не касается до нашего блага И с людьми заблуждающимися И стало быть, несчастными Сократ понимал это Злоба жены и неблагодарный сына не заставляли его плакаться на судьбу Жена выливала ему на голову помои и топтала ногами его пирог А он говорил Это меня не касается То, что мое, мою душу, никто на свете не может отнять у меня В этом бессильная и толпа людей против одного человека И самый сильный против самого слабого Этот дар дан Богом каждому человеку Так жили мудрые люди А вот мы умеем только хорошо писать, читать, да рассуждать об этом А на самом деле не поступаем так Про один древний народ говорили, что они львы у себя дома А в чужой стране лисицы Про нас же можно сказать, что мы львы на словах А на деле лисицы Третье Что следует и чего не следует бояться Человек не должен ничего бояться Он должен быть бесстрашным И вместе с тем он должен жить с опаской Сначала кажется, что человек, живущий с опаской, не может быть бесстрашным Но так только кажется На самом же деле это возможно Потому что бесстрашным надо быть в одних случаях А опасаться же должно в других Все зло кроется в наших неразумных понятиях И в наших преступных желаниях И потому надо зорко и опасливо глядеть за тем Как образуются в нас наши понятия и желания В этом важном деле никогда нельзя быть слишком строгим и осторожным Все же остальное есть дело неважное для нас Оно внешнее дело, а не наше внутреннее К тому же оно и не дано нам во власть Поэтому и бояться его нечего Мы ясно поймем, что все внешнее не имеет для нас значения Только тогда, когда будем осторожно следить за нашими понятиями и желаниями И таким образом Боязнь истинного зла даст нам бесстрашие Перед разными выдуманными злами А между тем мы сплошь до рядом попадаемся в западню Как несмышленые звери, за которыми люди охотятся Охотники вспугивают, например, оленя Олень хочет уйти от опасности и бежит в другую сторону Как раз туда, где расставлены сети И попадается То же бывает и с нами Чего мы малодушно боимся Того, что не в нашей власти Когда бываем мы всего спокойнее и бесстрашнее Когда дело зависит от нас самих И выходит, что мы самоуверенно равнодушны К нашей собственной опрометчивости К нашим ошибкам и страстям И все внимание и старания наши Обращаем на то, чтобы достичь успеха В том, что от нас вовсе не зависит И таким образом То природное бесстрашие С которым нам следовало бы Относиться ко всему внешнему Мы обращаем на самих себя И становимся Самодовольными и самоуверенными И наоборот Ту природную осмотрительность Которая нам дана для осторожного обращения С нашими внутренними понятиями и желаниями Мы направляем на внешние обстоятельства От нас вовсе не зависящие И становимся боязливыми и малодушными Если бы мы были постоянно настороже По отношению к нашим понятиям и желаниям Мы избегли бы многого зла Но когда мы всячески стараемся избегнуть того Что в чужой власти Тогда мы как колени попадаем в тень это Смущение, боязни и малодушие Страданий и смерти избегнуть нельзя Они наш удел И вот мы как раз их-то и боимся Зло не в смерти и не в страданиях А в малодушие пред ними Правду говорит Сократ, что мы как дети Устроим себе какое-нибудь чучело Размалюем его пострашнее И сами же пугаемся его Как дети боятся пугало Ими же самими устроенного Так и мы и устроили себе пугало Из страданий и смерти И боимся его В самом деле подумаем Что такое смерть Подойдем поближе к этому страшилищу Рассмотрим его со вниманием И мы увидим Что это только размалеванное пугало Ведь необходимо же душе моей Когда-нибудь разъединиться с моим телом Как и не были они соединены до моего рождения Ведь придется же мне умереть Не сегодня, так завтра К чему же огорчаться, когда наступает смерть? Зачем так устроено? Спрашиваешь ты А затем Что так нужно для мировой жизни? Эта жизнь основана на том Что прошлое сменилось настоящим И что настоящее В свою очередь Сменится будущим А что такое страдание? Это тоже детское пугало Разбери хорошенько В чем оно состоит Тело наше так устроено Что оно испытывает То неприятные ощущения Нету приятные Неприятные называются страданиями Но и неприятные и приятные ощущения А кончатся с твоею смертью Чего же бояться страданий Столь непродолжительных Вот каким мыслям мы приходим Когда со вниманием разбираем наши понятия и желания И эти мысли И эти мысли делают нас бесстрашными И эти мысли делают нас бесстрашными ко всему тому Что не есть главное в нашей жизни Ко всему внешнему В таких мыслях и заключается высшая наука и жизнь Четвертое Четвертое Разумный человек Не станет огорчаться людской молвой И не будет завидовать людям Меня огорчает то, что люди думают обо мне неправильно Говоришь ты Ведь не ты же в этом виноват А они Почему же это огорчает тебя? Да хочется им показать, что они ошибаются Они жалеют меня Когда я поступаю хорошо А когда я на самом деле виноват То они меня одобряют Они, например, сожалеют обо мне Что я недомогаюсь богатства и власти Показать всем людям, в чем они ошибаются И убедить их в том, что разумно Это не в твоей власти Тебе дано власть убеждать только самого себя Убедился ли ты сам в том, в чем хочешь убеждать других Знаешь ли ты-то сам, в чем добро, а в чем зло Живешь ли ты сам как следует Ты знаешь, что можешь жить как следует Только тогда, когда будешь свободным Когда откажешься от всего того, что не в твоей власти А разве в твоей власти сделать так, чтобы люди не ошибались Ты заботишься об этом Огорчаешься этим Значит, ты сам еще не твердо знаешь В чем добро, а в чем зло Так не лучше ли тебя оставить в покое других людей И учить только самого себя Сам ты знаешь себя больше всех И убедить себя можешь лучше, чем других Другие сами увидят, полезно ли им ошибаться Если ты живешь хорошо, а люди об этом жалеют Что ж тебе остается делать? Не станешь же ты жить скверно для того, чтобы люди перестали тебя жалеть Ты знаешь, как надо праведно жить И все-таки жизнь твоя ничуть не лучше от этого От чего это? Это от того, что ты живешь не по твоим разумным мыслям Но оставляешь их в туне Лопата, которую следует копать Непременно ржавеет, если она лежит без всякого употребления И все твои разумные мысли ни к чему не поведут Если ты не будешь поступать по ним Тебе непременно следует освободиться от всякого страха и огорчения А то ты боишься людской молвы Ты огорчаешься тем, что люди напрасно жалеют Или осуждают тебя вместо того, чтобы хвалить и уважать Что же выходит из твоего огорчения? Если ты горюешь об этом, то выходит, что ты и вправду достоин сожаления Антисфен учил, что человек должен быть хорошим И вместе с тем всегда готовым слышать про себя, что он дурен У меня голова не болит А все думают, что она у меня болит Что мне задело до этого? Я совсем здоров, а меня жалеют, полагая, что я болен Я только к этому внутренне смеюсь А ты поступай так же Но ведь на долю других достается богатство и почести больше, чем мне Говоришь ты Ну что ж Ведь и справедливо, чтобы люди имели больше того, чего они добиваются Они трудились, чтобы стать богатыми и достигнуть власти А ты трудился, чтобы правильно думать и хорошо жить Они получили то, чего искали А ты получишь то, чего ты добиваешься Они начальники, а ты нет Они богаты, а ты нет Да ведь ты не добогался того, чтобы быть начальником или богатым Не бывает же так, что тот, кто не заботится о чем-нибудь, достигал бы больше того, кто заботится об этом Ведь потерянную вещь находит тот, кто и ищет, а не тот, кто вовсе о ней не заботится Это положим Так, но, по-моему, гораздо справедливее, чтобы тот, кто думает и живет праведно, был впереди всех Возразишь ты Так-то оно так Да он и так впереди в своем деле В правильном мышлении В праведной жизни А те люди впереди тебя в своем деле В богатстве и в почестях Неужели ты полагаешь, что если ты хорошо думаешь и поступаешь, то поэтому можешь требовать, чтобы и стрелял ты лучше стрелков И ковал железо лучше кузнеца, хотя бы этими делами и вовсе не занимался А, конечно, если ты будешь желать именно и то, чего ты не добивался То тебе непременно придется много плакать и страдать Нельзя делать двух вещей за раз Тот вставал до зари и только о том и думал, как бы подольститься к дворцовой челяди Одарить кого следует Как бы понравиться другу цезаря Как бы повредить одному человеку, чтобы выслужиться у другого Когда он и молится, он думает только об этом Он горюет, когда пропустил случай задобрить сильного человека Он боится, не поступил ли он нечаянно, как честный человек И тогда он сожалеет о том, что не соврал, а поступил честно А если ты вправду хочешь верно мыслить и хорошо жить То ты, напротив, будешь искать свои ошибки и думать только о том, как бы исправить себя Ты будешь помнить, что ничего от нас независящее не должно ни печалить, ни радовать нас Ни тело наше, ни богатство, ни слава Ты будешь помнить, что у тебя есть совесть и разум Которые только и могут привести тебя к душевному спокойствию и счастью Нет, не подобает тебе обращать внимание на людскую молву И тебе не приходится завидовать людям Они ведь не сердятся и не удивляются, когда ты их жалеешь Они уверены в том, что их доля лучше твоей А ты, значит, не уверен в том, что твоя доля лучше их Ты недоволен ею и желаешь того, что принадлежит им Они же довольны своей долей и не завидуют твоей Если ты в самом деле хочешь жить по совести и разуму Если ты взаправду веришь, что в этом твое благо И что другие заблуждаются То ты не будешь беспокоиться о том, что говорят про тебя другие люди Пятое О перенесении обид Разумный человек не только сам никогда ни с кем не ссорится Но если может, то делает так, чтобы и другие не ссорились В этом Сократ был хорошим примером для нас Сколько ссор он помирил Сколько было у него терпения с женой и сыном Он хорошо знал, что никто не может быть господином над душой другого человека Что не в нашей власти принудит человека поступить разумно Мы должны при случае и по мере сил стараться склонять людей жить разумно Но успех наших слов зависит не от нас От нас только зависит самим правильно поступать И это главное А праведные дела наши уже сами будут учить людей добру Разумного человека не может быть ни одного случая для ссоры Он всегда заранее готов получить еще больше неприятностей, чем те, которые люди ему делают Прохожий меня обругал, говоришь ты Скажи ему спасибо за то, что он не побил тебя Да он побил меня Скажи спасибо, что не ранил Он и ранил меня Благодаря за то, что не убил Мы сами виноваты в том, что люди злы Если бы мы были добрее, то и злых людей было бы меньше Сосед мой бросал каменями в мои окна Ну что ж, ведь не ты, а он в этом виноват Да у меня в доме все поломано Разве ты горшок? Ведь тебя разбить нельзя В тебе совесть и разум Поступи же разумно и по совести с твоим соседом Если бы ты хотел поступить по-зверски, то бросился бы на него и стал бы кусать его в отместку Но ты хочешь быть человеком? Поступи же с твоим обидчиком человечно и кротко, а не мстительно и жестоко Лошадь спасается от врага своим быстрым бегом И она несчастна не тогда, когда не может петь петухом А тогда, когда потеряла то, что ей дано Свой быстрый бег Собака имеет чутье И когда она лишается того, что ей дано Своего чутья, то она несчастна А не тогда, когда она не может летать Точно так же и человек становится несчастным Не тогда, когда он не может осилить медведя или льва Или злых людей А тогда, когда он теряет то, что ему дано Доброту и рассудительность Вот такой человек воистину несчастный и достоин сожаления Не то жалко, что человек родился и умер Что он лишился своих денег, дома, имения Все это не принадлежит человеку А то жалко, что человек теряет свою истинную собственность Свое человеческое достоинство И если на монете печать настоящая То, значит, монета годная А если печать поддельная То брось монету, она фальшивая И с человеком то же самое Если в нем есть человеческое достоинство Если он обходится с людьми кротко Терпеливо и ласково То всякое охотно возьмет его в соседей Товарищей, в друзья Но человека, который только животное Человека, который гневается, мстит и всем недоволен Люди остерегаются и избегают И если человек имеет злые намерения То он в эту минуту не человек И его надо жалеть По наружному виду судить ни о чем нельзя По наружному виду раскрашенное восковое яблоко Похоже на настоящее Оно не имеет ни вкуса, ни запаха, ни внутреннего состава Настоящего яблока Точно так же недостаточно иметь Наружный облик человеческий Для того, чтобы быть человеком А надо иметь и разум, и волю человеческую Вот этот, например, не слушается разума Не сознается в своих ошибках Даже тогда, когда ему ясно показали их Ну чем же он в эту минуту отличается от осла? Ничем А этот не может сдержать свои страсти Ну чем же он в эту минуту отличается от барана? Иной ищет на кого накинуться, чтобы обидеть его Это уже не осел и не баран, а прямо дикий зверь Но неужели я должен позволить, чтобы меня презирали? Говоришь ты Да кто тебя презирает? Люди справедливые не могут презирать тебя За твою кротость и доброту А до других людей тебе дела нет Не обращай внимания на их суждения Не станет же искусный столер огорчаться тем Что человек, ничего не понимающий в столярном деле Не одобряет его хорошую работу Но если я не стану обращать внимания на людей То они еще больше разозлятся на меня И повредят мне Как это ты говоришь Повредят мне? Разве может повредить кто-нибудь твоей душе? Так чем же ты смущаешься? Я смеюсь про себя над теми, которые думают, что не могут повредить мне Они не знают ни кто я, ни того, в чем я полагаю добро и зло Они не знают, что они не могут даже прикоснуться до того, что есть воистину мое И чем одним я живу Шестая О том, что мы можем и чего не можем делать Когда мы обучаемся грамоте, то мы учимся, как читать и писать Но грамота не научит нас, нужно ли писать нашему другу письмо или не нужно Точно так же и музыка учит нас петь или играть на балалайке Но она не научит нас, когда можно петь и своевременно ли играть на балалайке Какая же наша способность указывает нам, что следует делать и чего не следует? Способность эта называется разумом Один только разум указывает нам, что следует делать и чего не следует Разумом человек судит обо всем Человек понимает разумом, какое дело чего стоит Следует ли им заняться, когда следует и как следует Наделив нас разумом, Бог дал нам в распоряжении то, что нам нужнее всего И с чем мы можем справиться Он не дал нам в распоряжении того, с чем мы справиться не в состоянии И благодарение Богу, что Он так сделал В самом деле мы живем на земле, связанной с нашим немощным, слабым телом И окруженные такими же несовершенными людьми, как и мы сами Разве при этом мы сумели бы справиться со всем тем, чего Бог нам не предоставил? Создав меня таким, каков я есть, Бог как бы сказал мне так Эпиктет, я мог бы даровать гораздо больше твоему ничтожному телу и твоей маленькой судьбе Но не упрекай меня в том, что я этого не сделал Не забывай, что тело твое не твое Оно не что иное, как горсточка земли, искусно выделанная Я не хотел даровать тебе полной свободы, делать все, что тебе вздумается Но я вселил в тебя божественную частицу себя самого Я даровал тебе способность стремиться к добру и избегать зла Я вселил в тебя свободное разумение И если ты будешь прикладывать свой разум ко всему тому, что случается с тобою То ничто в мире не будет служить тебе препятствием или стеснением на том пути, который я тебе назначил Ты никогда не будешь плакаться ни на свою судьбу, ни на людей Не станешь осуждать их или подделываться к ним Не считай, что этого мало для тебя Неужели мало для тебя того, что ты можешь прожить всю свою жизнь разумно Спокойно и радостно Так довольствуйся же этим А между тем, вместо того, чтобы разумом освещать и направлять свою жизнь Мы наваливаем на себя множество посторонних забот Один заботится о здоровье своего тела и дрожит при одной только мысли заболеть А другой мучает себя заботами о своем богатстве Третий волнуется об участи своих детей О делах своего брата, об усердии своего раба Мы добровольно взваливаем на себя все эти ненужные нам заботы И они ложатся тяжелым камнем на нашу шею Ведь это совершенно все равно, как если бы человек захотел на парусном корабле переплыть через море Он усаживается на берегу моря и ожидает попутного ветра Проходит день за днем, а ветер дует все не тот, который ему нужен «Господи!» — восклицает он в отчаянии «Когда же, наконец, подует попутный для меня ветер?» «Когда ему заблагорассудится, милый друг, потому что Бог не тебя назначил распорядителем погоды» «Что же мне делать в таком случае?» Подчиниться тому, что не от тебя зависит И улучшать в себе то, что зависит только от тебя Разумно только об этом заботиться А все остальное принимай так, как оно происходит Ведь все остальное происходит не так, как ты хочешь А как кто угодно Богу О чем же я должен думать, чтобы жить так, как ты говоришь? Ни о чем ином, как только о том, что зависит от тебя И что от тебя не зависит Что ты можешь исполнить и чего не можешь Например, тебе необходимо умереть Но необходимо ли тебе об этом плакать? Тебя насильно тащат в тюрьму Ты не можешь этого избежать Но ты можешь не сокрушаться об этом Тебя ссылают в изгнание Никто не может тебе помешать уехать В спокойном духе и с легким сердцем Расскажи мне о всех тайнах твоего друга Скажет мне мой враг Нет, я тебе не скажу этого Отвечу я Так как в моей власти сохранить тайну моего друга Но я тебя закую в кандалы и отправлю на каторгу Если ты не откроешь мне его тайны Что это ты говоришь? Не меня ты закоешь в кандалы Ты закоешь мои ноги, мои руки А меня, мою душу, мою волю, мой разум Ты не можешь заковать Потому что никто, кроме меня, не в силах распорядиться ими Я от тебя голову отсеку Да разве я когда-нибудь говорил тебе, что мою голову труднее сеть, чем голову всякого другого человека? Вот в каких мыслях тебе следует ежедневно упражняться Кто разобрал и понял, что именно он может сделать и чего не может Тому не помешают никогда никакие препятствия и случайности Потому что он будет желать только того, что достижимо И избегать того, чего достигнуть не может Вы меня приговорили к смерти Скажет такой человек Если вы хотите отрубить мне голову сейчас же, так пойдемте Я готов А если же вы казните меня через два-три часа Так я пока пообедаю, потому что я проголодался А потом в свое время я и умру И ты спокойно пойдешь на казнь? Спросит его Совершенно спокойно Ответит он Как подобает человеку, отдающему то, что ему не принадлежит Книга третья Глава первая Должна неустанно наблюдать за собою Если ты перестанешь наблюдать за собою хотя бы на одну только минуту То помни, что этой минуты ты никогда не воротишь Сначала мы легко привыкаем не следить за собою А потом все откладываем исправление этой своей ошибки И этим самым мы со дня на день отдаляем от себя возможность жить добродетельно и счастливо Если мы думаем, что полезно откладывать исправление себя То значит лучше всего и вовсе от этого отказаться Если же исправление себя полезно То незачем и откладывать его ни на один день Но сегодня мне хочется поиграть и попеть Ну что ж, это нисколько не мешает тебе в то же время и наблюдать за собою Ничто не может испортиться от внимания или сделаться лучше от невнимания Без внимания ни плотник не исполнит успешно свои работы Ни кормчий не справится с кораблем Если ты раз делаешь что-нибудь без внимания То потом тебе труднее станет управлять собою И ты легко поддашься всяким соблазнам И что же должен я, наблюдая за собой, обращать особое внимание? А прежде всего ты должен постоянно помнить главные божеские истины Держи их всегда в уме своем И утром вставая, и вечером ложась спать И днем, садясь за еду и общаясь с людьми Помни, что никто не может быть господином над разумом и волею твоими И что в разуме и воле человека находится добро и зло для него Значит, нет человека, который мог бы мне сделать добро или зло Это я могу сделать только я сам И потому мне нечего бояться ни притеснителя, ни болезни, ни бедности Никаких-либо помех Ты не нравишься? Говорят мне, вот этому высоко поставленному человеку А мне что за дело до этого? Отвечаю я Разум и воля мои не в его распоряжении Но ведь он может наделать тебе много зла Он может причинить зло только тем, кто считает его сильней себя И только для них он страшен У меня же есть свой хозяин, которому одному я повинуюсь Бог, хозяин мой И у меня нет дела до других хозяев Потому что сам Бог приставил ко мне в начальнике меня самого И сделал так, что я могу разуметь его волю И хочу следовать его законам Руководствуясь данными мне Богом разумом и совестью Я должен постоянно наблюдать за собою И стараться поступать как следует во всех случаях своей жизни Я должен знать, когда подобает мне работать Когда можно отдохнуть Когда радоваться мне или печалиться Я должен чувствовать, что кстати и что не кстати Что своевременно, а что нет Когда и над чем позволительно пошутить и посмеяться И в каких случаях это было бы неуместно Для того, чтобы исполнить все это Необходимо постоянно зорко наблюдать за собою И никогда ничего не делать зря Спустя рукава Да разве можно быть непогрешимым человеком? Конечно, нельзя Но можно стараться быть непогрешимым Это вполне доступно человеку И велика бывает его радость Когда благодаря неослабному наблюдению за собою Он избегает какого-нибудь дурного дела Или уберегается от ошибки, в которую чуть было не впал Итак, безумно говорить, что я буду завтра внимателен к себе Это все равно, что сказать Сегодня я хочу быть негодным мерзавцем Если наблюдать за собою полезно завтра То оно столько же еще более нужно и полезно сегодня И потому наблюдать за собою как можно внимательнее сегодня Для того, чтобы завтра не оплошать Вторая Не суди других и не будь самоуверен По тем мыслям, которые человек высказывает Нельзя судить о том, как он поступил бы с нами на деле Так же и наоборот По делам человека очень трудно судить о том, ради чего он так поступает Какие у него в голове мысли, а в душе побуждения Если я вижу, что человек без устали хлопочет, читает, пишет Или работает с утра до ночи Или даже просиживает за свою работой целые ночи напролет То я еще не скажу, что этот человек любит трудиться Или трудится ради пользы людей Если я не знаю, зачем он все это делает Ведь никто не скажет про человека, который по целым ночам Кутит с распутными женщинами, что он полезен Или что он любит трудиться И не только скверные Но как будто и прекрасные дела Часто делаются ради скверных целей Например, из-за денег или ради славы И нельзя сказать про человека, поступающего так Что он трудолюбивый, полезен Как бы неутомимо он не работал И какие бы громкие дела не совершал Я скажу про человека, что он любит труд И полезен людям только тогда Когда узнаю, что он трудится для души своей Для Бога и людей Но чужая душа потемки Как же я узнаю внутренние побуждения человека Известные только ему самому И выходит, что человек не может судить человека То есть осуждать или оправдывать его Не хвалить, не порицать Разве можно сказать, что человек плотник или музыкант Если видишь у него в руках топор или гусли То есть также нельзя назвать человека мудрым Если он говорит мудрые речи Мудрым можно назвать человека только тогда Когда он не только разумно рассуждает Но и на деле старается поступать Согласно тому, что он говорит Мы хорошо умеем распознать ремесленника Но часто путаемся в том Кто мудрый человек Так как склонны судить об этом по его речам Или по наружному виду Не называй мудрым такого человека Который говорит, что он мудр Точно так же, как ты не назовешь кузнецом Всякого, кто купит себе наковальню Если желаешь стать праведником То сначала убедись в том, что ты скверен Истинно мудрый человек всегда скромен И никогда не старается прослыть мудрецом Часто люди, поняв кое-что из слов мудрого человека Воображают и себя мудрецами Они делают с мудростью то же самое Что делает сластолюбец с вкусным кушанием Поняв какую-нибудь истину Они сейчас же хотят получить удовольствие И похвалу И для этого начинают с жаром рассуждать И спорить со всякими встречными Даже с теми, которые не хотят и слушать их Но ты, если хочешь быть участником В истинной мудрости Будь мудрецом про себя Так и рож вырастает Зерно запахано под землю на время Там оно укореняется Для того, чтобы потом хорошо взойти И дать богатый плод Если стебелек выйдет из земли Раньше времени, то колос не вызреет И не даст плода Дай же и ты корням мудрости Укрепиться в тебе В свое время вырастут и плоды ее Мудрый человек не может их не дать И плодам его По плодам его Узнается и мудрость его Третье Как поступает настоящий человек У всякого человека есть разум И если человек живет согласно с разумом То он будет избегать только того, что противно разуму Если рассмотреть повнимательнее жизнь человека То мы ясно увидим Что ни от чего он так не страдает Как от того, что неразумно И что всего более ему привлекательно то, что согласно с разумом Но не все люди бывают согласны между собой Что считать разумным и что неразумным Один называет разумным то, что другой считает неразумным Это бывает и со всеми людскими суждениями Один так думает, другой иначе Не одинаково, например, люди думают и о добре, и о зле И потому для людей важно всякое учение Которое им помогает верно судить о том Что поистине добро Что зло Что согласно с разумом А что противно ему Но помимо учения Для того, чтобы решать Разумен или неразумен какой-нибудь поступок Полезно бывает сообразить Подобает ли этот поступок настоящему человеку Один человек бывает готов Не краснее совершить самый низкий поступок Для того, чтобы Подольститься к тому, от кого он желает получить какую-нибудь милость А другой ни за что этого не сделает Который же поступает по-настоящему Так, как подобает настоящему человеку Кто-то мне рассказал Помоги мне твоим советам Я нахожусь в зависимости от одного богатого и властного человека Если я не стану ему подольщаться Он меня высечет и не станет кормить Как мне поступить в этом случае? Всякому человеку, ответил я Лучше не быть битым и получить пищу Чем быть битым и не получить пищу Но ведь он требует от меня того, что унизительно для меня А это уже твое дело Если ты хочешь себя продавать То ты один можешь решить, во сколько ты себя ценишь Разные люди продают себя разно Я тебе отвечаю так потому, что если ты действительно не хочешь себя продавать То не станешь спрашивать моего совета А сам по себе не сделаешь ничего такого, что недостойно настоящего человека Ну что же подобает делать настоящему человеку? А на это, брат, ответить можешь только ты сам Спрошу и я у тебя Как узнает бык, что он один, так силен, что может защитить свое стадо от хищного зверя? И почему он бросается навстречу врагу, а не убегает прочь? Ведь ясно, что он хорошо знает свою силу И понимает, что должен делать настоящему быку Точно так же и с нами Кто из нас захочет жить разумно и по совести Тот сам поймет и почувствует, что подобает настоящему человеку И сумеет, конечно, не сразу, а постепенно Стать таким человеком Вот об этом-то и нужно стараться И хлопотать А не тратить попусту своих сил на то, что неразумно и не нужно Четвертое О том, что такое истинная свобода Только про того человека можно сказать, что он свободен, который живет так, как он хочет Разумный человек всегда живет так, как он хочет И никто на свете не может ему в этом помешать Потому что он только того и желает, что возможно получить И потому разумный человек свободен Никто не желает быть виноватым Никто не хочет жить в заблуждениях, неправедно Никто не выбирает себе нарочно такой жизни, от которой он будет печалиться и мучиться Никто не скажет, что ему хочется жить скверно и развратно Значит, все люди, живущие неправедной жизнью, живут так не по своему желанию, а против воли Они не хотят ни печали, ни страха А между тем постоянно страдают и боятся Они делают то, чего не хотят Стало быть, они не свободны Скажи это какому-нибудь вельможе или сенатору Он согласится с тобой и ничего тебе не сделает, если ты ему при этом скажешь Конечно, ты мучил мудрый человек И до тебя эти слова не касаются Но если ты скажешь ему всю правду Скажешь ему, что и он не свободен Что и он такой же развращенный раб, как и прочие рабы То он, конечно, побьет тебя Как, скажет он Я раб У меня отец и мать были не крепостные Да и меня никто не покупал Я ведь сенатор и близкий цезарь и человек Я сам имею целую толпу рабов Во-первых, милый мой сенатор Очень может быть, что и отец, и мать твои были такими же рабами, как и ты Может быть, и предки твои все до единого были такими же рабами Но если бы даже все они были святыми людьми То ведь ты-то сам через это не сделаешься святым Что из того, что они были добры и жалостливы Ничего не боялись Были господами над своими похотями Если ты сам и зол, и безжалостен, и трус И не умеешь совладать с собой Ну, даже если бы я и был таким Почему же ты говоришь, что я раб? А как ты думаешь? Разве не раб тот, кто действует не по своей воле, а по принуждению? Такой человек, конечно, раб Но меня никто ни к чему не может принудить, кроме Цезаря, нашего владыки А вот сейчас уже ты сказал, что у тебя есть владыка Стало быть, он тебя может принудить Да ведь Цезарь наш общий хозяин, не только мой Оставим Цезарю в покое Один ли он у тебя хозяин Не рабствуешь ли ты еще и другим хозяевам? Отвечай мне вот на что Имел ли ты когда-нибудь любовницу? Все равно, свободную или рабыню Если имел, то это вовсе не касается того, о чем мы говорим А вот посмотрим Скажи-ка мне, разве твоя любовница Не заставляла тебя делать то, чего тебе не хотелось? Вспомни-ка, не тратил ли ты на нее больше, чем хотел? Не ссорился ли из-за нее со своими родными и знакомыми? Не угождал ли ей всячески, а может быть, ильстил ей? И целовал у ней ноги Ты ищел бы себя последним рабом, если бы тебя могли заставить поцеловать ноги Хотя бы даже у Цезаря А такое прислужничество своей любовницы разве не рабство? Что же после этого назовешь ты рабством? Ты, я вижу, краснеешь Тебе, верно, совестно вспоминать об этом? Ну, поговорим о другом Каждый человек знает, когда можно назвать животное свободным Есть люди, которые держат у себя прирученных львов Они держат их в запертии, кормят и водят их повсюду за собой И никто не скажет, что такой лев свободен Напротив Всякий скажет, что чем слаще его жизнь, тем больше он раб Ни один человек не захочет быть на месте такого льва Да и всякое пойманное животное чего-то Чего-чего не перетерпит, чтобы только вырваться на свободу Некоторые животные даже морят себя голодом, чтобы избавиться от неволи Нужно много труда и хлопот, чтобы удержать их в рабстве Заперти И если они не убегают, то все-таки погибают А как только найдут они малейшую лазейку Сейчас же и убегут, и улетят Вот как любят животные свою свободу Как нужно им, чтобы они не были ничем связаны, не стеснены Если бы ты мог спросить у них Разве вам здесь плохо? Они ответили бы тебе Опомнись, что ты говоришь Мы созданы так, чтобы жить свободно на вольном воздухе Летать куда хотим, петь когда хотим Все это отняли у нас А ты еще удивляешься, отчего нам здесь плохо И с людьми бывает тоже Вот почему я назову свободным только такого человека Который поступает по своей совести Не боясь никаких напастей и мук Не даже самой смерти Мудрец Диоген говорил Только тот истинно свободен, кто всегда готов умереть Он писал ферсидскому царю Ты не можешь сделать истинно свободных людей рабами Как не можешь поработить рыбу Если ты возьмешь их в плен, они не будут рабствовать тебе А если не умрут в плену у тебя То какая тебе прибыль от того, что ты забрал их в плен Вот это речи человека свободного Такой человек знает, в чем состоит истинная свобода Посмотри на то, как хочет жить раб Прежде всего он хочет, чтобы его отпустили на волю Он думает, что без этого он не может быть ни свободным, ни счастливым Он говорит так Если бы меня отпустили на волю Я сейчас же был бы вполне счастлив Я не был бы принужден угождать и прислуживаться моему хозяину Я мог бы говорить с кем угодно, как с равным себе Я мог бы идти, куда хочу И не спрашиваясь ни у кого А как только отпустят его на волю Он сейчас же разыскивает, к кому бы подольститься Чтобы пообедать Потому что хозяин его больше не кормит Для этого он готов идти на всякие мерзости А лишь только он нашел себе квартиру и продовольствие Так он попал опять в рабство Более тяжкое, чем прежде Если такой человек начнет богатеть То он сейчас заводит себе любовницу Какую-нибудь распутную женщину И вот он начинает страдать и плакать А когда ему приходится особенно трудно Он вспоминает о прежнем своем рабстве и говорит Ай, мне не дурно было у моего хозяина Не я о себе заботился А меня одевали, обували, кормили И когда я болен бывал, заботились обо мне Да и служба была нетрудная А теперь сколько бед Был у меня один хозяин А теперь сколько их стало у меня Скольким людям должен я угождать, чтобы разбогатеть Но раб не образумится Он хочет разбогатеть И для этого он терпит всякие невзгоды А когда получит то, чего хотел То опять оказывается, что он оплел себя разными неприятными заботами И все-таки он не берется за разум Он думает Вот если бы я стал великим полководцем Все мои несчастья кончились бы Меня стали бы носить на руках И он отправляется в поход Он терпит всякие лишения Страдает, как каторжный И все-таки просится в поход во второй и третий раз Наконец он достиг высшего, чего хотел И его сделали сенатором А на самом деле чем он сделался? Он все тот же раб Но раб, ходящий на заседание сената Цепи его стали красивые Цепи блестящие А все-таки это цепи Лишающие его свободы Если он хочет избавиться От всех своих бед и несчастья Пусть он опомнится Пусть он узнает В чем истинное благо жизни Пусть он на каждом шагу своей жизни Поступает согласно законам Правды и добра Начертанным в его душе И он обретет истинную свободу Люди только потому и несчастны Что не живут согласно С этими законами правды и добра Часто люди не понимают этого И думают, что они несчастны По другим причинам Я несчастен, говорит один Потому что я болен Неправда Ты несчастен потому, что Не переносишь терпеливо Своей болезни Я несчастен потому, что я беден Говорит другой А я от того, что у меня злые родители А я от того, что цезарь не благоволит ко мне Так говорят люди Но все это неправда Они несчастны только потому, что живут не так, как велит им разум Кто же свободен? Спросишь ты Ищи и найдешь Если же ты хочешь воспользоваться тем, что раньше тебя нашли люди, искавшие истину То послушай, что они говорят Они говорят, что для человека самое большое благо Есть его свобода Если свобода есть благо То человек свободный не может быть несчастным Значит, если ты видишь, что человек несчастен Страдает Ноет Знай, что этот человек несвободный Он непременно кем-нибудь или чем-нибудь порабощен Если свобода есть благо То свободный человек не может быть и под лицом И потому, если ты увидишь, что человек унижается перед другими Льстит им Знай, что человек этот также несвободен Он раб, который добивается или обеда, или выгодной должности Или еще чего-нибудь Кто добивается малых благ, тот немножко раболепствует Кто добивается великих благ, тот много Бога раболепствует Свободный человек распоряжается только тем, чем можно распоряжаться беспрепятственно А распоряжаться вполне беспрепятственно можно только самим собою И потому, если ты увидишь, что человек хочет распоряжаться не самим собою, а другими То знай, что он не свободен Он сделался рабом своего желания властвовать над людьми Как бы ни был человек знатен и силен Но если он признает кого-нибудь своим господином, то он раб Хотя бы он и сам держал при себе целую толпу рабов Если хочешь узнать, свободен ли человек или нет, то вглядись в него хорошенько И прежде всего узнай, чего он хочет Если он хочет чего-нибудь такого, чего он получить не может Он тоже раб Если мы позволим себе желать того, что не вполне в нашей власти То нашим хозяинам будет всякое, кто может дать нам или отнять у нас желаемое нами И их таких хозяев будет у нас очень много Потому что мы захотим много таких вещей, которые зависят от других людей Через это люди эти сделаются нашими господами Мы любим богатство, почести, доходные места И потому те люди, которые могут доставить нам все это, делаются нашими господами Мы боимся тюрьмы, ссылки, смерти И потому те люди, которые могут причинить нам все это Также делаются нашими господами А чтобы правильно и хорошо сделать какое-нибудь дело Нужно уметь сделать его Это понимает всякой Также точно для того, чтобы правильно и хорошо жить Нужно уметь и хотеть жить свободно А для того, чтобы выучиться свободно жить Нужно прежде всего хорошенько подумать об этом И разобраться в том, что такое свободная жизнь А давайте-ка попробуем сделать это Прежде всего будем помнить, что нельзя быть свободным тому человеку, который хочет чего-нибудь Что зависит не от него самого, а от других Смотрись повнимательнее в твою жизнь и разбери Все ли в ней вполне зависит от тебя одного Или же только кое-что находится в твоей власти А остальное зависит не от тебя Когда, например, ты хочешь, чтобы тело твое было здорово и невредимо Или чтобы оно было красиво То ведь исполнение этих желаний не зависит же от тебя То не так же ты и неволен в жизни или смерти твоего тела Значит, тело твое подвластно не тебе А чему-то другому, что сильнее его Разбери еще От тебя ли зависит приобрести хороший, плодородный участок земли Если у тебя не на что его купить Ведь нет же Ты так же, не имея на это средств, не в состоянии получить, когда вздумаются новую одежду Дома, рабов, лошадей Не от тебя зависит, чтобы твои дети, жена, братья, друзья были живы и здоровы Или чтобы они были согласны с тобою Все это не в твоей власти Но неужели нет у тебя ничего такого, в чем ты самостоятельный и полновластный хозяин Ничего такого, чего никто у тебя отнять не может Вникни в самую суть твоей жизни И скажи мне Может ли, например, кто-нибудь на свете заставить тебя верить в то, что ты считаешь ложью? Нет, никто этого не может сделать Ответишь ты А стало быть, в деле верования никто не может подвергнуться извне ни помехам, ни принуждениям Скажи мне еще, может ли кто-нибудь принудить тебя захотеть сделать то, чего ты решился не делать? Конечно, может, если он станет стращать меня тюрьмою или смертью А но если бы ты не боялся ни тюрьмы, ни самой смерти? Ну, тогда другое дело И не в твоей ли власти презирать тюрьму и смерть? В моей? Ну вот Стало быть, в нашей власти находятся еще наши желания и нежелания Пожалуй, это так А вот, например, я хочу идти гулять А другой останавливает меня и не пускает Да ведь он что останавливает? Не останавливает же он твоего желания гулять Все равно он останавливает мое тело Нет, это не все равно Желания твои в твоей власти И никто, кроме тебя, не может их изменить Тело же твое подвластно не только людям Но и всяким случайностям Какой-нибудь камень, например, может упасть тебе на голову и убить твое тело Ну, это положим верно Но все ж таки мне помешали гулять Я тебе и не говорил, что в твоей власти гулять без всякой помехи Я сказал тебе, что в твоей власти самое желание гулять или не гулять Только воля твоя свободна Как только тебе понадобится помощь твоего тела, то это уже вовсе не в твоей власти Я давно тебе это сказал Итак, ты согласен, что никто не может принудить тебя пожелать того, чего ты не желаешь? Согласен А могут ли тебя заставить сделать то, чего не хочешь? Нет, но могут помешать тому, что я хочу сделать Если ты будешь желать только того, что в твоей власти То как же могут помешать тебе в этом? А я тебе не говорил, что у тебя не будет помех в том, что от тебя не зависит Так неужели я не должен желать даже, например, здоровья? Желать во что бы то ни стало здоровье так же неразумно, как вообще желать всего того, что не от нас зависит Что от меня не зависит, этого я не могу по своей воле ни приобрести, ни удержать А потому оно и не принадлежит мне Я должен побороть в себе всякую зависимость от того, что мне не принадлежит Иначе я сам на себя надеваю оковы Я подставляю свою голову под тяжелое ярмо Если привяжусь душой к тому, что не от меня зависит, а от судьбы И что должно неминуемо погибнуть Ну хорошо, но а вот эта рука, разве она не моя? Это часть твоего тела А все, тело твое, пыль и прах И находится оно во власти всякого, кто сильнее его Смотри на тело свое, как на вьючного осленка, обязанного служить тебе Сколько ему назначено Захотят сильнейшие отобрать у тебя твоего осленка Придут воины и наложат руки на него Отдай его без сопротивления и без жалоб Станешь противиться, только побьют тебя И все ж таки отнимут осленка Если так нужно смотреть на наше тело То пойми же, как ничтожно все то, что приобретается ради тела Тело наше вьючное осленок А все, что нужно телу, ничто иное, как корм Ясли и сбруя этого осленка Тело пустое дело для разумного человека А то, что приобретается ради тела, и подавно пустяки Освободись же из-под власти этих пустяков поскорее и с легким сердцем Когда ты выучишься и привыкнешь отличать то, что твое, от того, что не твое То, чего можно достигнуть, от того, чего нельзя достигнуть Когда поймешь, что для тебя важно только твое, а остальное пустяки Когда будешь желать только того, что от тебя зависит Тогда ничего не будет страшным для тебя Никто не будет властен над тем, что твое собственное А в нем только и заключается добро и зло Никто не сможет отнять у тебя твое Никто тебе ни в чем не помешает Как невозможно препятствовать делу Божьему Так точно невозможно будет остановить тебя в твоих добрых побуждениях Значит, есть возможность жить без всяких огорчений и волнений Люди огорчаются только тогда, когда случается то, чего они боялись Ты же ничего не бойся Никому не завидуй Живи спокойно Желай только того, что в твоей воле Что честно И что у тебя под рукой А то, что тебе выпадает на долю по воле других Принимай как дар добрых людей И пользуйся им настолько, насколько необходимо для поддержания жизни Но не привязывайся к этому так сильно, как животные Если ты ничего не ожидаешь и не хочешь получать от других людей То люди не могут быть страшны для тебя Как пчеле не страшна другая пчела Как лошади не страшна другая лошадь Но если твое счастье находится во власти других людей То ты непременно будешь бояться людей Вот с этого-то и надо начать Надо отрешиться от всего того, что нам не принадлежит Отрешиться настолько, чтобы оно не было нашим хозяином Отрешиться от привязанности к своему телу И ко всему, что нужно для него Отрешиться от любви к богатству, к славе, должностям, почестям Надо сказать себе, что все это не есть наша собственность И тогда не понадобится нам уничтожать людское насилие насилием Ну вот, тюрьма Какой вред мне от того, что она стоит Зачем мне нападать на людей, производящих насилие, и убивать их Их тюрьмы, цепи, оружие не поработят моего духа Тело мое могут взять, но дух мой свободен И ему никто ни в чем не может помешать И потому живу я так, как я хочу А как я дошел до этого? Я подчинил свою волю воле Бога И я этого хочу Хочет он, чтобы я делал это, а не то И я этого хочу Хочет он, чтобы со мною что-нибудь случилось И я этого хочу Не хочет он, и я не хочу Когда на большой дороге грабят разбойники То путешественник не выезжает один Он выжидает, не поедет ли кто-нибудь со стражей Присоединится к нему И едет в безопасности Так же поступает в своей жизни и разумный человек Он говорит себе В жизни много всяких бед Где найти защиту? Как уберечься от всего этого? Какого дорожного товарища поджидать, чтобы проехать в безопасности? За кем ехать следом? За тем ли или за другим? За богачом ли? За влиятельным ли человеком? Не будет мне защиты ни от кого из них Потому что и их грабят, и убивают И они и плачут И у них есть бедствие Да и может случиться, что тот самый По следам которого я пойду Сам нападет на меня и ограбит Куда ж тогда убежишь ты от него? Разве в пустыню? Да и там ты легко можешь Сделаться жертвой зверей или лихорадки Неужели же мне нельзя найти себе верного и сильного Дорожного товарища, который никогда не нападет на меня И всегда будет мне защитой? С кем же мне идти следом? И разумный человек ответит Что безопаснее всего Идти за богом А что значит идти следом за богом? Это значит Желать того, что он хочет И не желать того, чего он не хочет А как достигнуть этого? Вникая в промысел Божий И изучая его с законы Начертанные в твоей душе Что дал мне Бог такого, что в моем полном распоряжении И над чем я полный хозяин И что наоборот Сохранил он в своем распоряжении Он дал мне разум и волю Которые зависят только от меня одного Для них нет ни помехи Ни принуждений Ну а тело мое Оно не подвластно мне Оно из части окружающей меня плотской жизни И как все остальное плотское Подчинено общим мировым законам Так зачем же бороться с Богом Из-за этих законов? Зачем желать того, что не повинуется моему желанию Опомянуется одному Богу? Зачем стараться удержать за собой навсегда то, что мне достается временно? Тем, что мне дано, я должен быть доволен В том виде и в том размере, в каких оно мне дано А когда Бог отнимает от меня то, что я получил? Спросишь ты Ну что ж, к чему противиться этому? Безумно было бы с моей стороны бороться с тем, кто сильнее меня И кроме того, своим недовольствами и противлением я нарушаю свой долг Когда я родился, у меня ничего не было Я все получил от отца своего А он от других людей А они от Бога Бог же создал и солнце, и землю И плоды на ней И поместил на этой земле людей для совместной, мирной и любовной жизни Опомнись Ты получил от Бога все И ты обвиняешь его, когда он что-нибудь у тебя отнимает А кто ты такой? Зачем живешь ты на земле? Не Бог ли привел тебя сюда? Не он ли наделил тебя и разумом, и телом? Не он ли окружил тебя всеми благами, которыми ты пользуешься? А в каком виде создал тебя Бог? Ты создан существом смертным Ты должен жить в теле столько времени, сколько тебе назначено Ты, живя, видишь и чувствуешь, как Бог управляет миром Ты как будто пришел на празднество, устроенное Богом Так неужели ты, наевшись и наглядевшись Сколько тебе было дозволено На празднике, на всех гостей Неужели ты, когда хозяин станет уводить тебя Будешь ругать его за то, что он дозволил тебе побывать на празднике Напротив Ты будешь ему только благодарен А я бы хотел еще побыть на празднике Скажешь ты В этом и беда твоя Идет, положим, какое-нибудь неперестающее празднество Люди смотрят и слушают Празднество им нравится И они не хотят уходить Не хотят уступать свое место другим гостям А все они умещаются Если ты человек благодарный То ты должен в свое время безропотно удалиться Ведь другим гостям хочется побывать на твоем месте Чего тебе еще нужно? Почему тебе так сильно хочется, чтобы на земле было тесно? Мне все-таки жалко, что моя жена и дети помрут Говоришь ты Разве они твои, а не того, кто их создал? Неужели ты не хочешь уступить твоему хозяину того, что принадлежит не тебе, а ему? А зачем он дал мне жизнь на таких условиях? Какой же ж ты неблагодарный Перестань жаловаться и обвинять Бога и судьбу Вспомни, сколько ты получил средств для защиты себя от несчастья Ты получил и доброе сердце И светлый разум И силу быть свободным Зачем же Бог окружил меня еще столькими заманчивыми вещами? А затем, чтобы ты ими пользовался Да ведь надолго ли? А насколько угодно тому, кто дал их тебе Но они мне необходимы? Не считай их необходимыми Не пристращайся к ним И они перестанут быть необходимыми для тебя Вот так-то ты должен смотреть На все плотское Начни с самых пустяшных вещей Например, с твоей глиняной посуды Потом перейди к твоей одежде Собаке, лошади К твоему полю Потом к самому себе К телу своему Освобождай себя от чрезмерной привязанности Ко всему тому, что не принадлежит тебе Для того, чтобы не пришлось тебе страдать Когда у тебя этого не будет Упражняйся в этом ежедневно Но не думай, что ты от этого стал мудрецом Это была бы похвальба А ты, говорит, только что Занят собственным освобождением Ибо в этом самом И лежит путь К истинной свободе Ну, а вот этот человек Может заковать меня в цепи Может содрать с меня кожу Ему же хуже Он получит за это наказание Потому что нельзя сделать Ни одной несправедливости Безнаказанно Да что ты говоришь Когда, например, хозяин заковывает И бьет своего раба Ему не полагается никакого наказания Это только так тебе кажется А на самом деле Наказание в том и заключается Что он, человек Другого такого же человека, как и он Брата своего Заковал в цепи Ты сейчас сам признаешь это Всякому дереву плохо Если его заставить расти Не так, как ему назначено И то же самое И со всяким животным А как назначено жить человеку? Кто скажет, что человеку назначено Кусаться, брыкаться Бросаться на других Сажать людей в тюрьмы И рубить им головы? Ведь не дикий же зверь человек Всякий скажет, напротив Что человеку подобает Желать людям всего лучшего Делать им добро Помогать им Значит, человек, делающий Неправду и зло Не исполняет того, что ему назначено И потому самому ему плохо Когда Сократа осудили на смерть Зло было не для Сократа А для его судей и убийц Это что-то непонятно Говоришь ты Да ведь Когда петухи дерутся То считают победителем Того петуха, который взял верх Петуха, который не умеет Петуха, который мучает и убивает другого Или тот, кто терпеливо и не сердясь Переносит свои мучения и смерть Кто из них взял верх Почему ты правильно судишь о петухе-победителе А о человеке-победителе Не умеешь рассудить Разве человек добрый и честный Не выше человека злого и бесчестного Настоящее зло для человека бывает тогда Когда он делается волком Змеей, трутнем Такое положение для человека Самое постыдное и жалкое Напомним же себе еще раз В чем мы с тобой согласны Человек свободным будет тот Для которого нет никаких препятствий Который всегда найдет под рукой Все, что ему нужно А рабом будет тот человек Которому можно помешать в его делах Которого можно принудить Сделать что-нибудь противное его воле Нельзя мешать только такому человеку Который не желает ничего Ему не принадлежащего Не находящегося в его власти Не надо пристращаться ни к чему такому Что не в нашей власти Иначе мы подвергаем себя Большим страданиям Когда ты сможешь сказать по правде И от всего сердца Господи, Боже мой Веди меня туда, куда ты хочешь Только тогда ты избавишься от рабства И сделаешься истинно свободным Меня часто спрашивают А сам-то ты, Эпиктет Считаешь ли себя свободным? Видит Бог, что я хочу быть свободным И всеми силами стараюсь быть таким Но, конечно, я не достиг еще полной свободы А слишком еще дорожу своей плотью Мне слишком еще хочется, чтобы тело мое было невредимо Несмотря на то, что оно уже давно повреждено Примечание Здесь Эпиктет, бывший рабом Намекает на свою искалеченную хозяином ногу Но если вам нужны примеры людей На самом деле свободных То знайте, что такие люди бывают И значит, свобода Возможна для человека Вспомните, например, Диогена Он был свободен не потому, что родился от свободных родителей Они были несвободны А потому, что освободил себя от привязанности ко всему Что ведет человека к рабству Не за что было прицепиться к нему, чтобы сделать его рабом От всего он мог отказаться Потому, что был как бы привязан ко всему Лишь самой тонкой нитью Он говорил Я свободен, потому что мне ничего не надо Тело свое я считаю не своим Для меня закон Бога Все А остальное для меня ничего не значит И Сократ также был свободным человеком Он не боялся смерти И слушался внутреннего голоса своей совести Даже и тогда, когда его за это преследовали И грозили ему смертью Когда друзья предлагали ему убежать из тюрьмы То он не захотел обманом спасти свою жизнь И сумел, когда нужно было Свою собственную смертью доказать людям Все то хорошее Чему он при жизни их учил Вспоминай почаще таких людей Их слова и пример их жизни Помогут тебе самому достигать свободы Но помни, что если ты на самом деле Хочешь сделаться истинно свободным То ты должен всегда быть готовым Отдать Богу то, что ты от Него получил Ты должен быть готов не только к смерти Но и к самым мучительным страданиям и пыткам Как часто бывало, что целые города и народы Отдавали свою жизнь Не за истинную, а за ложную Мирскую свободу Сколько людей убивали себя Желая освободить себя от тягостной им жизни Если даже ложное благо достигается такими жертвами То что же удивительного в том, что истинная свобода Достается не без хлопот и телесных страданий А если ты не хочешь заплатить такую цену за свою свободу То ты на всю жизнь останешься рабом Между рабами Хотя бы у тебя и были всевозможные мирские почести Все то, чем люди так восхищаются Все ради приобретения чего они так волнуются и хлопочут Все это не приносит им ни малейшего счастья Покуда люди хлопочут, они думают, что благо их в том, чего они домогаются Но лишь только они получают желаемое Они опять начинают волноваться, сокрушаться Завидовать тому, чего у них еще нет И это очень понятно Потому что неудовлетворением своих праздных желаний достигается свобода Но наоборот Избавлением себя от таких желаний Если хочешь увериться в том, что это правда То приложи к освобождению себя от своих пустых желаний Хоть наполовину столько же труда, сколько ты до сих пор тратил на их исполнение И ты сам скоро увидишь, что таким способом получишь гораздо больше покоя и счастья Покинь общество людей богатых и влиятельных Перестань угождать людям знатным и сильным И воображать, что от них ты можешь получить что-то нужное тебе Ищи, наоборот, у людей праведных и разумных то, что можешь ты от них получить И уверяю тебя, не с пустыми руками уйдешь ты от них Если только придешь к ним с чистым сердцем и добрыми мыслями Если ты не веришь мне на слово То хоть на время попробуй сблизиться с такими людьми Постарайся сделать хоть несколько шагов на пути к истинной свободе И тогда уже сам решай, куда тебя больше тянет К благу и свободе или к злу и рабству В таком опыте ведь нет ничего постыдного Испытай же себя Книга четвертая Глава первая Для чего надо читать книги? Мешает нам жить спокойно не только наше пристрастие к богатству и власти Но и всякое другое пристрастие Например, пристрастие к досугу, к путешествиям, к чтению книг Одним словом ко всему, что вне нас Что не нужно нам Из-за чего мы попадаем под чужую власть Неразумные люди думают иногда, что они несчастны, если им приходится много писать или читать Или наоборот, если им бывает некогда писать или читать Если ты недоволен твоим писанием или чтением, то зачем тебе оно? Нет, я доволен И потому самому мне досадно, что мешают моему удовольствию Какое же это удовольствие, если ему могут помешать Для удовольствия нужно прежде всего, чтобы ему ничто не могло мешать Мне надо стараться служить другим, а не себе Мне надо быть всегда готовым оказать людям ту помощь, которую они от меня просят Если я могу по совести оказать ее Когда я буду постоянно работать для других, то не стану жалеть о том, что не успел прочесть или написать какой-нибудь книги Точно так же, как будучи голоден, я не жалею, что ем А не читаю или пишу Только тот, кто хочет похвастать перед людьми своими знаниями или умом, станет читать или писать книги В то время как ближний просит его делом помочь ему Чтение книжки не есть дело, а приготовление к делу Когда представляется случай делом помочь человеку То следует, не задумываясь, отложить чтение даже самой хорошей и полезной книги И такие книги только для того и пишутся, чтобы приготовлять читателя к добрым и полезным делам Значит, когда мне приходится показать на деле то, к чему я готовился То я не могу уже отговариваться тем, что мне будто бы нужно все еще приготовлять себя к делу чтением или писанием книжки Мы никогда не стали бы досадовать на то, что нам мешают читать Если бы всегда читали книги для того, чтобы выучиться лучше жить Для этого только и стоит читать книги Мы должны читать книжку, например, о нашей воле Только для того, чтобы выучиться управлять ею Книжку о наших желаниях Для того, чтобы достигать желаемого И желать только того, что следует Книжку о наших обязанностях Для того, чтобы никогда не отступать от них Если бы мы читали книги для этого только То не сердились бы на то, что наше чтение прерывается Но наоборот, радовались бы, что приходится на деле поступать так, как учат хорошие книги Ты и так зачитываешься полезными книжками, что жалеешь, когда люди отрывают тебя от этого занятия Ты смеешься над человеком суетным, который веселится праздными забавами И думаешь, что читать полезную книгу никогда не суетно Посмейся лучше над собою Потому что читать полезную книгу так только для одного себя, как ты ее читаешь, так же праздно и суетно Страдания и недовольства у обоих вас будут одинаковы И ты ведь не сможешь сказать Да будет так, как угодно Богу А будешь говорить О, какой я несчастный Мне хотелось заняться чтением прекрасной и полезнейшей книги И вот вместо того, что этого, изволи исполнять просьбы этого докучливого человека А разве, отвечу я тебе, твоя обязанность в том и состоит, чтобы читать книги в то время, когда от тебя просят помощи Тебе надо знать и помнить одно Что хочет Бог, чтобы ты сделал теперь, и чего Он не хочет Недавно Он устроил так, чтобы ты был в одиночестве Чтобы ты беседовал сам с собою, читал, писал, подготовлялся к добрым делам А сегодня Он послал к тебе людей, которые просят тебя помочь им делом Этим самым Бог как бы говорит Выходи из своего одиночества и покажи на деле то, чему ты выучился Потому что пришло время, и тебе, и людям увидеть пользу того, о чем ты читал и думал Не ударь же лицом в грязь Не сетуй на людей за то, что они прервали твое занятие Ведь если б не было людей, то кому бы ты служил? И к чему было бы читать книжки о том, как лучше служить людям? Вторая Не торопись поучать людей Есть люди, которые едва только послушают мудрых поучений, как уже сами начинают поучать других Они делают то же самое, что и больной желудок, который тотчас извергает принятую пищу Не подражай таким людям Сначала хорошенько перевари в себе то, что ты услышал И не извергай прежде времени Иначе выйдет настоящая блевотина, которая не может служить никому пищей Перевари учения и на делах покажи нам свою мудрость Как показывает нам свое искусство тот, кто научился какому-нибудь ремеслу Ведь такой человек не станет говорить Послушайте, как я думаю о своем ремесле Он просто возьмется за свое дело Сделает его и тем покажет нам, что он на самом деле знает свое ремесло И ты поступай так же Живи, как следует разумному человеку Ешь, пей, одевайся благоразумно Женись, нарожай детей, работай Исполняй все свои обязанности правильно и разумно Терпеливо переноси обиды Не сердись на ближнего Виноватого перед тобою Будь он тебе брат, отец, сын, сосед, товарищ, знакомый или незнакомый человек Покажи нам, как ты на деле исполняешь все это И тогда мы признаем, что ты и вправду чему-нибудь довыучился у мудрецов Учить мудрости не такое дело, за которое можно было бы браться с легким сердцем или очертя голову Для этого нужно быть многоопытным Нужна праведная жизнь А главное нужно, чтобы сам Бог послал тебя на это дело Обличать людей, обнаруживать их заблуждение и наставлять их на истинный путь Дело очень, очень трудное И браться за такое дело можно только тогда, когда сам живешь праведнее других людей И кроме того, сознаешь в себе несомненное призвание учить людей Прежде чем учить людей, обдумай построже свою собственную жизнь Познай самого себя и не принимайся за дело учительства без явного для тебя указания Божьего Если ты внутренне, несомненно, сознаешь, что не для собственной потехи хочешь ты учить людей Но что сам Бог призывает тебя к учительству, то пойди по этому пути Но впредь знай, что так как ты будешь указывать людям на добро и правду, то, вероятно, будешь избит Кто живет праведнее других, и это мучит людей, того большую частью преследуют и гонят люди Однако при этом помни, что ты должен жалеть тех, кто тебя бьет Потому что как учитель истины, ты – отец и брат всех людей Третье О том, как относиться к заблуждающимся Если ты так счастлив, что всегда говоришь только то, что есть на самом деле Отвергаешь то, что ложно Сомневаешься только в том, что сомнительно Желаешь только добра и пользы То ты не будешь негодовать на злых и безрассудных людей Да это не воры и мошенники, говоришь ты А что такое вор и мошенник? Ведь это человек порочный и заблудший А такого человека жалеть надо Если ты можешь, то убеди его в том, что для него самого нехорошо так жить, как он живет И он перестанет делать зло А если он еще не понимает этого, то неудивительно, что он скверно живет Пожалей же этих несчастных И старайся, чтобы их заблуждения не обозлили тебя Вспомни, как часто ты сам заблуждался и согрешал Пойми хорошенько и постоянно помни, что человек всегда поступает так, как ему кажется Лучше для себя Если это на самом деле лучше для него, то он прав Если же он ошибается, то ему же хуже Потому что за всяким заблуждением непременно следует и страдание Если ты будешь постоянно помнить это, то ты ни на кого не станешь ни сердиться, ни возмущаться Никого не будешь ни попрекать, ни бронить и ни с кем не будешь враждовать Когда ты видишь, что человек заблуждается, не гневайся на него Пойми, что нельзя нарочно заблуждаться Никто не может хотеть, чтобы рассудок его затемнялся Значит, кто заблуждается, тот искренне принимает ложь за истину Но бывает и так, что люди не заблуждаются, а нарочно не принимают истины даже и тогда, когда она раскрыта перед ними до полной очевидности Они не принимают ее не потому, что не могут понять ее, а потому, что она обличает их злые дела Отнимает у них оправдание своих пороков И, значит, потому они не принимают истины Эти люди также заслуживают не гнева, а сострадания Ибо их совесть, так сказать, больна Четвертое О том, как убеждать других Если ты истинно веришь в справедливость твоего понимания жизни И желаешь добра людям То при случае ты будешь высказывать другим свои мнения так, чтобы по возможности Уверить их, уверить твоих собеседников в справедливости твоего понимания жизни И в этих случаях, чем более собеседник твой заблуждается, тем важнее и желательнее, чтобы он понял и оценил то, что ты хочешь ему доказать А между тем, как часто мы поступаем, как раз наоборот Мы хорошо умеем беседовать с человеком согласным или почти согласным с нами Когда же мы видим, что собеседник наш не верит в ту истину, которую мы признаем Или даже не понимает ее То мы, правда, стараемся объяснить ему эту истину И уверить его в ее справедливости Но если он продолжает не соглашаться с нами И, как нам кажется, упрямится или извращает наши слова в другую сторону То как легко мы теряем наше спокойствие и раздражаемся Мы или начинаем сердиться и говорить нашему собеседнику неприятности Или прекращаем разговор, думая, что с таким непонятливым или упрямым человеком не стоит и рассуждать Если бы ты шел по знакомой тебе дороге и встретил бы на пути человека заблудившегося Ты, наверное, указал бы ему дорогу Покажи же человеку, живущему в заблуждении, где находится истина Но покажи так, чтобы он увидал ее И тогда посмотри, как охотно и радостно он пойдет к ней Если же ты не сумел показать ему истину То сетуй не на него, а скорее на себя За то, что ты так бессилен Когда ты хочешь показать твоему собеседнику в разговоре какую-нибудь истину То самое главное при этом не раздражаться И не сказать ни одного недоброго или обидного слова Пятое О погоне за мирскими благами Когда ты видишь, что человек достиг важной должности или приобрел большое богатство То помни, что взамен того ты обладаешь умением обойтись без всего этого И что доля твоя гораздо счастливее, чем его доля Пусть люди владеют богатством, властью, красивыми женщинами Но в твоей душе есть сила не желать Ни богатства, ни власти, ни красивых женщин И этим ты могущественнее, чем те жалкие люди И сколько бы дали они за это умение презирать богатство, почести и женские ласки Бывает жажда здоровая и жажда болезненная У здорового человека жажда утоляется, лишь только он напьется У больного же жажда от питья прекращается на малое время А потом опять желудок его страдает И вот тошнит он весь в жару И снова мучает его неутолимая жажда Так бывает и с теми, которые гоняются за богатством, почестями и похотливыми удовольствиями Они грабят слабых, мучают невинных, занимаются постыдным сладострастием Но этим они никогда не удовлетворяются Им нужно все больше богатства и власти Они ищут все новых наслаждений И вместе с тем боятся потерять то, что имеют Зависть, злоба, ревность Владевают ими И они умирают, не достигнув того, чего домогались Не завидовать нужно таким людям А жалеть их И бояться стать такими же Разбросайте на улице орехи и пряники Сейчас же прибегут дети, станут подбирать их Подерутся между собой А взрослые же не станут драться из-за этого А пустые скорлупки и дети не станут подбирать Для меня деньги, должности, почести, слава Те же скорлупки и детские сласти Пусть дети подбирают их Пусть бьют их и гоняют из-за этого Для меня это все скорлупки Если случайно ко мне в руки попадет какой-нибудь орех Почему же и не съесть его? Но нагибаться для того, чтобы его поднять Бороться за него Свалить кого-нибудь с ног Или самому свалиться Не стоит из-за таких пустяков Шестая О мире добра и зла Одному человеку кажется хорошим одно, а другому другое Как раз противоположное Но ведь оба противоположных мнения не могут быть справедливы Я скажу, что ты считаю справедливым свое мнение И несправедливым чужое мнение А почему же ты узнал, что твое мнение справедливо, а чужое несправедливо? Для этого надо ведь Для этого ведь недостаточно того, что ты сам себя считаешь правым Когда нам нужно, например, измерить какое-нибудь расстояние То мы не полагаемся на слова того или другого человека Но измеряем расстояние верную мерою Оршином Сожженью Если до таких простых дел есть своя верная мера То неужели же и для более важных дел жизни такой меры нет? Если бы нашлась такая мера для избежания ошибок То мы, конечно, не стали бы делать ни одного шага без того, чтобы не справиться с ней Такая мера раскрыла бы глаза всем тем, кто заблуждается Принимая за верное то, что им только кажется Мера эта существует Для того, чтобы приобрести ее, надо прежде всего понять хорошенько В чем наше истинное добро В чем истинное зло И в чем их главные свойства Когда мы это выясним себе И ясно поймем Тогда у нас уже будет в руках та мера, которую мы ищем Мне хочется, например, узнать Добро или зло какое-нибудь плотское наслаждение Одни люди говорят, что оно добро А другие скажут, что оно зло Я прикладываю свою меру Мера моя говорит мне, что истинное добро безопасно Внушает уважение и доставляет постоянное благо Таково ли это плотское наслаждение? Нет Оно и небезопасно для здоровья И никому не может внушить уважение И не доставляет постоянного блага Следовательно, наслаждение это не есть добро Ты можешь проверить значение этого наслаждения еще и другой мерой Мы все знаем, что истинное добро всегда доставляет удовольствие душе нашей Обсуди теперь Таково ли это плотское наслаждение? Когда ты будешь отвечать на этот вопрос, то будь осторожен Потому что если ты скажешь, что плотское наслаждение может дать удовлетворение нашей душе То ты этим только покажешь, что ты не умеешь пользоваться мерой добра и зла Настоящая мудрость есть не что иное, как умение выяснять и устанавливать истинную меру добра и зла И задача всякого разумного человека состоит в том, чтобы прикладывать эту меру ко всем делам жизни Истинное добро заключается в правильных понятиях и в добрых желаниях А истинное зло в неправильных понятиях и в порочных желаниях Как только тебе покажется, что смерть есть зло Так сейчас же вспомни, что зло есть то, чего мы должны избегать А как смерть избежать нельзя, то она и не может быть злом Никогда не нужно забывать той истины, что нет ничего, ни хорошего, ни дурного в том, что не зависит от нашей воли Следует всегда помнить, что мы не можем управлять событиями, а должны прилаживаться к ним Моему брату не следовало так поступать со мной Разве его поведение не дурно для меня? Можешь ты сказать? Оно дурно? Но только не для тебя, а для него самого Как бы брат мой не поступал со мной, я буду обращаться с ним так, как следует Потому что меня касается только мое поведение, а не его поведение В своем поведении я хозяин, а в чужом не имею никакой власти Всякое отступление от воли Божьей неизбежно сопровождается наказанием Так, например, если человек будет считать, что для него может быть добро в том, что от него не зависит То он непременно будет завистлив, ревнив, льстив, постоянно беспокоен Если человек будет считать, что в том, что от него не зависит Может быть для него зло, то он непременно будет грустить, плакать, отчаиваться Вообще наказание неизменно следует за всяким неразумным поступком И между тем, как мало людей решаются бросить неразумную жизнь Седьмая Какая потеря самая важная для человека? Когда ты бронишь человека и враждуешь с ним То ты похож на кузнеца, который разучился своему ремеслу Когда ты забываешь, что люди твои братья И ты делаешься их врагом Вместо того, чтобы быть их другом То этим ты сам себе вредишь Потому что, когда ты перестал быть добрым и общительным существом Каким тебя Бог создал И вместо того стал диким зверем, который подкрадывается, раздирает и губит свою жертву Тогда ты потерял самую дорогую свою собственность Ты чувствуешь потерю кошелька с деньгами Почему же ты не чувствуешь своего убытка, когда ты потерял свою честность, доброту и умеренность? В чем состоит потеря того человека, который соблазняет жену ближнего своего? В том, что он потерял свое воздержание Свою власть над собой Свою честность Он убил в себе товарища и благожелателя людей Точно так же человек терпит большой убыток и тогда, когда он гневается на людей или боится чего-нибудь Душа наша похожа на сосуд с водой А мысли, которые нам приходят, похожи на свет, падающий на эту воду Когда вода в сосуде колышется, то кажется, будто колышется и свет, падающий на эту воду Хотя это и не так на самом деле Так же точно, когда душа наша волнуется, то кажется, будто и сами наши мысли расшатываются и путаются Но в самом деле волнуется только душа Успокоится она, и мысли наши сейчас же опять придут в порядок Нам нужно беречь то, что наше Не желать того, что не наше Пользоваться тем, что нам дают Не плакать о том, чего нам не дают Охотно и без противления отдавать то, что у нас отнимают И благодарить Бога за то, что мы пользовались им некоторое время О том, что дорого в человеке Ты говоришь, что нет надобности заботиться о том, чтобы правильно мыслить и соображать И просишь меня доказать тебе пользу правильного мышления Но как же ты узнаешь, справедливы ли мои доказательства Как не при помощи именно правильного мышления и соображения Следовательно, прося меня доказать тебе пользу правильного мышления Ты этим самым доказываешь мне, что имеешь намерение приложить к делу свое правильное мышление А если так, то ты не нуждаешься в том, чтобы тебе еще доказывали его пользу Человек имеет преимущество над животным не телом, а своими душевными способностями В них заключается высшее добро для человека Кто пренебрегает ими, тот впадает в настоящее зло Кто хочет спастись от зла, тот должен оберегать Как бы от врагов свою честность Своё воздержание Своё разумение Кто отдает врагу эту крепость свою Тот попадает в плен и погибнет Прожить свой век настоящим человеком совсем не так легко и просто, как это кажется с первого взгляда Мы знаем, что человек отличается от диких зверей и домашнего скота разумом своим Значит, если мы хотим быть настоящими людьми, то они должны походить ни на зверей, ни на скотину А когда бывает человек похож на скотину, спросишь ты? Он тогда, когда он живёт в брюхо своё Безрассудно, небрежно, похотливо А когда похож он на дикого зверя? Тогда, когда он живёт насильничеством Когда он поступает с упрямством, гневом, злобой Приведи в порядок свою внутреннюю духовную жизнь Не давай ходу печали, страху, зависти, корысти, алчности, недружелюбию, изнеженности и необузданности Всему этому можно не давать ходу только тогда, когда будешь помнить Бога Стремиться к Нему и исполнять во всём Его заповеди Если ты не хочешь этого, то тебе придётся со стоном и плачем тащиться за теми, кто сильнее тебя Ты станешь искать счастье вне себя и никогда его не найдёшь Потому что вместо того, чтобы искать его там, где оно находится Ты будешь искать его там, где его нет Человек создан не для одинокой жизни, но для совместной Для того, чтобы любить себе подобных И находить счастье в общении с ближним Но вместе с тем человек не должен скучать И тогда, когда ему приходится жить одному Он должен уметь обходиться без развлечений И пользоваться одиночеством для того, чтобы беседовать с самим собою Размышлять о Боге О том, какое назначение человека в этом мире Находясь в одиночестве, мы должны разобрать наше собственное поведение Прошлое и настоящее Сообразить, что именно ещё мешает нам жить праведно И как избавиться от этих помех И затем приступить к борьбе с теми слабостями и пороками, которые мы в себе подметим Дело разумного человека в том, чтобы приложить свои мысли к делу Иисусообразно с законами природы У всякого человека два дела Одно — держаться истинной Отстранять заблуждение и не рассуждать о том, что неизвестно А другое — любовно льнуть ко всему тому, что есть добро Отстранять от себя зло И не обращать внимания на то, что ни добро, ни зло Человек, который не знал бы, что глаза могут видеть И который никогда не раскрывал бы их Был бы очень жалок Но ещё более жалок тот человек, который не понимает, что ему дан разум Для того, чтобы спокойно переносить всякие неприятности С помощью разума мы можем справиться со всеми неприятностями Непереносимых неприятностей разумный человек не встретит в жизни Для него их нет А между тем, как часто, вместо того, чтобы смотреть прямо в глаза какой-нибудь неприятности Мы малодушно стараемся увернуться от неё Не лучше ли радоваться тому, что Бог дал нам власть Не огорчаться тем, что с нами случается помимо нашей воли И благодарить Его за то, что Он подчинил нашу душу только тому, что от нас самих зависит Он ведь не подчинил нашей души ни родителям нашим, ни братьям, ни богатству Ни телу нашему, ни смерти А Он по благости своей подчинил её одному тому, что от нас зависит Разумению нашему Свободным человек бывает только тот, с которым случается всё так, как он того хочет Но значит ли это, что с ним непременно случится всё то, что ему вздумается? Нисколько! Ведь грамота, например, научает нас писать буквами и словами всё, что мы захотим Но для написания хоть своего имени я не могу писать такие буквы, какие мне вздумаются Эдак я никогда не напишу своего имени А я должен пожелать писать именно такие буквы, какие нужны И в том порядке, который нужен И во всём так Мы бы никогда ничему не научились, если бы делали так, как только нам вздумается Значит, для того, чтобы быть свободным человеком, не следует желать зря всего того, что только придёт в голову Напротив того, свободный человек должен выучиться хотеть И соглашаться со всем тем, что с ним случается Потому что то, что с человеком случается, случается не зря А по воле того, кто управляет всем миром Девятое Об отношениях человека к Богу С Богом надо поступать так же, как мы поступаем с нашими глазами Мы не просим их видеть то, что нам хочется видеть Напротив, мы очень довольны, что глаза наши показывают нам предметы такими, каковы они на самом деле Почему же мы с Богом поступаем не так? Почему умоляем Его сжалиться над нами и дать нам то, чего нам хочется, а не то, что мы получаем от Него? Разве есть что-нибудь лучше того, что Богом установлено? Если бы только мы постоянно помнили, что Бог в нас Свидетель всего того, что мы делаем и думаем То мы и перестали бы грешить И Бог неотлучно пребывал бы в нас Давайте же вспоминать Бога Думать и беседовать о Нем как можно чаще Если ты будешь постоянно помнить, каким великим мастером ты сотворен То ты не захочешь оскорблять Его своим порочным житьем Помни и то, что Он не только сотворил тебя, но и велел тебе самому сохранять себя Неужели сможешь решиться повредить и изгадить то, что Он доверил тебе? Если бы Бог поручил тебе презреть сироту Ты ведь позаботился бы предохранить его от вреда Точно так же Бог поручил тебе презреть самого себя И как бы сказал тебе Убереги ты этого человека в том чистом образе, в котором Я произвел его на свет Он родился честным, верным, бесстрашным, с чистой душой Сохраняй живо в целосте Сохраняй живо в целосте Продолжение следует...